Вот как-то в очередной раз, после некоторой порции шампанского, Кутузов докладывает Суворову, что надо отступать. На что Александр Васильевич в свойственном ему стиле заявляет. Как? А я донес уже в Петербург о покорении Измаила. Вот такая вот громадина попадает к Кутузову в левый висок, пробивает его и где-то за носом проходит сквозь вечный череп на вылет и выходит в районе правого глаза. Багратион, хотя образования не имел, но он бы ничего не добился, если бы всю жизнь не учился. Багратион каким-то образом оказывается при дворе и начинает неожиданно довольно быстро расти в чинах. Он очень нравится Суворову. Чем нравится? Очень любил такой типаж, который все время напрашивается на драку. Кто пойдет атаковать французов? Я. Кто первый в арьергарде будет прикрывать отступление? Я. Багратион в течение года оказался в чудовищных долгах. Горячий, грузин, кричал, мы Наполеона шапками закидаем. Это все так. Но в бою он абсолютно другой. Абсолютное хладнокровие. Молниеносное. Глазомер, как у Суворова, никаких необдуманных решений. Ты, 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 ты. Вы подчиняйтесь ему. Все плевались, но подчинились. Барклай сказал, категорически нет. Умник какой-то. Все время лицо у него такое. Лед. А, завтра. Я готов. Пау, пау, пау. С этого момента Финляндия наша. Единственный минус в том, что Барклай дико отморозил ноги. Так его без ног и похоронили. Дорогие друзья, добрый вечер. Хотел сказать добрый день, добрый вечер, потому что мы записываем сегодня эту лекцию в пятницу вечером после работы. А сегодня мы будем говорить с вами в очень интересном человеке. Я люблю таких героев. Он вот такой, но совсем другой на самом деле. Он не такой, как кажется. Он очень необычный, очень разносторонний, очень противоречивый. Все его знают, но все его представляют себе по-разному. Понимаете, для одних он выдающийся полководческий гений. И он же циничный царедворец под Халим. Он храбрый боевой офицер. Много раз раненый тяжело в бою. И он же такой сонный, вялый, главнокомандующий. Как некоторым казалось. Он очень заботливый семьянин. У него большая семья. Шестеро детей. Трогательно и нежно. Любит свою супругу, с которой прожил всю жизнь до глубокой старости. И он же в глазах других сластолюбец, старый сатир и вообще большой любитель юных дев. Ну, как вы понимаете, говорим мы о нашем замечательнейшем соотечественнике Михаиле Илларионовиче Кутузове, победителе Наполеона. Ну, на самом деле он не просто Кутузов. Его полная фамилия по документам Голенищев Кутузов двойная. А потом она стала даже тройной. Он стал Голенищевым Кутузовым Смоленским. Когда ему был присвоен титул светлейшего князя Смоленского. Соответственно, часть этого титула становилась на всю жизнь частью фамилии. Это один из дневных царских полководцев, которых не постигло забвение в советские годы. Более того, окончание Великой Отечественной войны, 1945 год, совпал с круглым. 200 лет со дня рождения юбилеем полководца. И вот 8 сентября 1945 года Совет народных комиссаров принял специальное постановление о праздновании юбилея Михаила Кутузова. Много было разных мероприятий. И даже Иосиф Виссарионович высказался по этому поводу, когда в журнале ЦК партии «Большевик» был опубликован ответ генералиссимусу на письмо полковника Райзина. Я хочу покопаться, не тот ли этот самый Райзин, который писал пособия по военной истории, я читал их когда-то давно, очень интересные для слушателей Академии Фрунзе. Не успел на лекции это узнать, можете вы посмотреть. В ответ на письмо военного преподавателя полковника Райзина генералиссимус написал дословно. Наш гениальный полководец Кутузов загубил Наполеона и его армию при помощи хорошо подготовленного контрнаступления. Энгельс говорил как-то, что из русских полководцев 1812 года Барклай-де-Толли является единственным заслуживающим внимания. Энгельс, конечно, ошибался, ибо Кутузов, как полководец, был бесспорно двумя головами выше Барклая-де-Толли. Вот так рассудил генералиссимус Сталин. Вообще, советская военная энциклопедия, в ней статье о Кутузове уделено в 6,5 раз больше места, чем статье о Барклай-де-Толли. На самом деле, это ни о чем не говорит, потому что статья о другом выдающемся полководце Леониде Ильиче Брежневе в энциклопедии было уделено еще больше места, и намного больше, на самом деле, чем Александру Македонскому, Цезарю, Наполеону, Суворову, возможно, даже всем им вместе взятым. Откуда он взялся? Кутузовы – это одна из древнейших дворянских фамилий. Она уходит корнями еще в середину XIII века. Основателем ее считается некий Гавриил, который прибыл на Русь из Пруссии, как и Романовый. Ну, тогда еще Пруссия была населена пруссами, пруссы – это совсем не немцы. И вот легенда связывает основателя рода Кутузовых с героем реальным, летописным, героем Невской битвы 1240 года Гавриилом Алексичем. Ну, я, честно говоря, думаю, что все-таки между Гавриилом Кутузовым и Гавриилом Алексичем дистанция огромного размера, все это придумано, но звучит красиво. Отец будущего фельдмаршала – Илларион Голенищев-Кутузов. Вторая часть фамилии Голенищев появилась от одного из предков Кутузова, которого прозвали Голенищем. Видимо, он в сапогах специальных ходил, сапоги были разные. Вот в таких вот сапогах вполне мог скакать и Кутузов. Это кавалерийские сапоги, точнее говоря, кавалерийские ботфорты. Очень удобные. Периоды войны 1812 года со специальными престижными шпорами. Ну, что кавалеристы были в таких ботфортах. Почему они такие высокие? Они закрывали колено. Были очень популярны в армии. Вот Петр Первый был большим любителем ботфортов. Благодаря тому, что это высокие сапоги, не стиралось колено, не терлось оседло. В общем, скакать было удобно, а переходы конные были долгими-долгими, как вы понимаете, сутками в седле. Ну, так вот, я отвлекся, а то я по поводу голенища вспомнил. Отец Кутузова был, в общем, довольно видным и известным человеком. Он был на виду при дворе и Елизаветы, и Екатерины Великой. И считался одним из самых образованных дворян Петербурга. Герой русско-турецкой войны 1768-74 годов. Отличился во многих битвах под командованием Румянцева. Ну, после отставки служил сенатором, тогда тоже очень часто заслуженные военные, заслуженные государственные мужи, входя в отставку, оставались сенаторами Российской империи. В общем, у нас мало чего в этом отношении меняется, потому что сенатор – это такая уважаемая должность для опытного, заслуженного руководителя. О матери Кутузова Анне Иларионовне почти ничего не известно. Она умерла очень молодой, ей не было и 20 лет. Больше отец никогда не женился. Воспитывал своего сына сам. Кутузов получил хорошее домашнее воспитание. Согласно семейной легенде, он очень рано научился ходить и говорить. Ему еще не было и года. Честно скажу, я знаю много детей, которые научились до года ходить. И сам, как многодетный отец, могу это подтвердить. А вот что касается говорить до года, это действительно что-то очень редкое. Ну, такая была легенда. Вообще, мальчиком был Миша Кутузов очень смышленым. Все схватывал на лету. В детстве изучил множество иностранных языков. Кутузов, помимо отличного русского языка, владел еще французским, немецким. Говорил по-турецки, по-английски и по-шведски. Но единственное было у него недостаток. Вот с молодых лет как-то не очень любил активные подвижные мальчишеские игры, а когда выпадало свободное время, любил поспать. Подростком Кутузов поступает юноше в так называемую артиллерийско-инженерную дворянскую школу. Причем на артиллерийское отделение. То есть он профессиональный офицер-артиллерист. Такой же, как и Наполеон. Это очень известное учебное заведение. Там лучшие преподаватели. Физику преподавал Михаил Ломоносов. Учился Кутузов отлично. Настолько отлично, что он был сразу же с первого курса назначен. Называлась эта должность по-другому. По-нашему это староста курса. Но это не общественная должность была. Это оплачиваемая работа. То есть Кутузов получал повышенную стипендию, отдельную, за то, что он староста, следит за дисциплиной и помогает подтягивать по учебе однокурсников. Ему было всего лишь 14 лет. Но он уже вел уроки для младших курсантов. Кутузов преподавал им математику, геометрию. Геометрия это очень важно для артиллеристов. По окончании артиллерийской школы. Обычная военная карьера. Немного в штабе. Потом на фронт. 25 лет вместе с отцом он оказывается в подчинении Румянцева на той самой русско-турецкой войне. Как пишет Румянцев весьма благосклонно поначалу о молодом Кутузове, напрашивался на все опасные случаи. То есть это храбрый, молодой 25-летний офицер. Вообще впоследствии Кутузова всегда описывали как человека, умеющего общаться с начальством, осторожного в высказываниях. Но это не всегда было так. По молодости, как раз в те самые 25, Кутузов был не такой. И вот как описывал современник, с веселым нравом он соединял искусство подражать любому человеку в походке, выговоре, ухватках. И это очень нравилось его товарищам. Ну, короче, Кутузов был прирожденный артист, пародист, как бы сейчас сказали. И вот как-то в очередной раз, после некоторой порции шампанского, большой кампании офицеров, Кутузов очень остроумно спародировал своего главнокомандующего Румянцева. Румянцеву донесли, это ему не понравилось, и он отсылает Кутузова на второстепенный театр военных действий, который тогда находился в Крыму. Румянцев осерчал, а Кутузов с той поры действительно стал человеком более сдержанным. То есть, судя по всему, любой урок Михаил Кутузов запоминал с первого раза. Ну, Крым хоть и второстепенный театр военных действий, но это война. В одном из боев молодой офицер Кутузов получает тяжелейшее ранение. Когда на сил императрицы, об этом уникальном случае, командующий русской армией в Крыму, Долгоруков, сей штаб-офицер получил рану пули, которая ударила его между глаз и виска, и вышел напролет, в том же месте, но на другой стороне лица. Пуля, а тогдашняя пуля, это вот такой вот калибр. Это, пожалуй, все полтора сантиметра в диаметре, пуля круглая. Вот такая вот громадина попадает к Кутузову в левый висок, пробивает его, и где-то за носом проходит сквозь весь череп на вылет, и выходит в районе правого глаза. Невероятно, но факт Кутузов остался жив. Ранение было тяжелейшим, он не потерял глаз, пуля вышла рядом с глазницей, лечился около года. Никто не верил, но он выздоровел и вернулся в действующую армию. Дальше бои, походы, повышение в чинах, больше ответственности. Проходит больше десяти лет, начинается следующее. Очередная русско-турецкая война, на этот раз Потемкинская, осада Очакова, 1788 год, и при вылазке турок Кутузов снова тяжело ранен в голову. И почти по такой же траектории. Опять пуля попадает ему в левую часть лица, чуть пониже виска, и пробив голову насквозь, выходит справа, опять же, несколько ниже, чем в первый раз. Выписка из донесения о ранении Кутузова. Пуля прошла на вылет из виска в висок позади обоих глаз. Все опасны сквозной, порыв нежнейших частей и самых важных по положению височных костей и глазных мышц, зрительных нервов, мимо которых на волосок чаятельно расстоянием прошла пуля, а также мимо самого мозга. Причем, в результате, правый глаз остался и лишь его несколько искосило. Главный хирург русской армии, который лечил Кутузова, кстати, француз по национальности, был потрясен до глубины души. Он записал, «Должно быть, судьба назначает Кутузова к чему-то истинно великому, ибо остался он жив после двух ран, абсолютно смертельных по всем правилам медицинской науки». Невероятно, но факт, после второго ранения Кутузов излечился еще быстрее, чем после первого. И уже через 6 месяцев снова был в строю. Причем, не где-то в штабе, не где-то в отдаленном гарнизоне, как инвалид, наверное, самой высокой степени инвалидности. Нет, он опять на передовой. В январе 1789 года с двумя еле заросшими дырками в голове под Измаилом Кутузов командует одной из колонн. Его батальоны преодолевают ров перед крепостным валом, взбираются на вал, но подоспевшие к туркам резервы сбрасывают их обратно в ров. Кутузов докладывает Суворову, что надо отступать, на что Александр Васильевич в свойственном ему стиле заявляет, «Как? А я донес уже в Петербург о покорении Измаила, а Кутузова назначил измаильским комендантом». Кутузов разворачивается и идет на повторный приступ и в числе первых врывается в крепость. В списке, представленных наградам за взятие Измаила, Суворов против фамилии Кутузова собственноручно дописывает, «Генерал Кутузов шел у меня на левом крыле, но был правой моей рукой». После этой войны Кутузов генерал-поручик, кавалер Мноя Хардинов и имеет заслуженнейшую репутацию одного из лучших боевых генералов русской армии. Кстати, сказать вопреки расхожему мифу, несмотря на эти тяжелейшие ранения, Кутузов повязку на глазу никогда не носил, глаз у него косил, но на всех прижизненных портретах он изображен без повязки, а образ одноглазого фельдмаршала стал популярен у нас только после выхода знаменитого фильма Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Настоящий Кутузов видел обоими глазами. Неожиданно после войны боевого генерала назначают послом в Турцию. И тут Михаил Илларионович проявляет недюжинные дипломатические таланты. Он написал своей жене «Дипломатическая карьера сколь неплутовата, но ей-богу, не так мудрена, как военная. Турецкая столица, а пробыл он послом несколько лет, он совершенно очаровал и Ахмед Пашу, фактического визиря, и султана Селима Третьего. Вообще двор удивлялся, как человек, который воевал с турками много лет, как человек этот столь ужасный в баталиях, мог быть столь любезен в обществе. Более того, наш посол, чрезвычайный полномочный Михаил Иларионович, стал чуть ли не единственным послом в истории, который побывал в гареме, в святых, в самом запрещенном месте, в гареме турецкого султана, и остался после этого в живых. Дело было так, Кутузов знал, что есть женщины, которые имеют на султана большое влияние, а Кутузову, ну вот, кровь с носу нужно было заключить с Турцией ряд выгодных для России торговых и дипломатических соглашений. И вот, особым влиянием на султана пользовалась его любимая наложница. При помощи интриг, подкупа, ну и самых разнообразных уловок, рассказывать об этом детально, это будет несколько серий сериала «Великолепный век». В результате разного рода интриг он сумел таки попасть в сад султанского гарема, где встретили его сразу три прекрасных женщины и одна влиятельной другой. Все эти три дамы, к слову сказать, были отлично образованы, умны, ну и быстро поняли, какие выгоды принесет Турция торговый союз с Россией. Все пожелания России, включая самые невероятные, это проход для торговых судов через проливы, все это было удовлетворено. Не обошлось, правда, естественно, потом без скандала, потому что, еще раз повторюсь, чужеземца, который проник в гарем султана, по сложившейся традиции требовалось немедленно казнить. А тут посол, что делать, непонятно. Ситуация двусмысленная. Ну, положение спас начальник охраны гарема, который, естественно, пропустил дипломатов сад за какую-то колоссальную мзду, он заверил султана, что можно Кутузова оставить в живых, потому что он на самом деле главный евнух при дворе Екатерины Великой. Соответственно, формально никакого нарушения нет. Ну, посол евнух, что тут поделать? Султан сделал вид, что поверил. Кстати сказать, помимо торгового соглашения и эксклюзивного прохода для наших судов через проливы, Кутузов добился от урок массы других дипломатических уступок, чем, в общем, честно говоря, помог России в том числе и материально. Поэтому по возвращению он решил получить не только орден, награду, звание, но и какой-то материальный микропроцент от прибыли, как бы сейчас сказали, для российского бюджета. И обратился напрямую к фавориту Платону Зубову с напоминанием о своих заслугах, ну и просьбой как-то отметить это в плане материального поощрения. Ну, Екатерина была дамой нежадной, все понимала, поэтому пожаловала за службу его, как было написано, вечное потомственное владение двумя тысячами душ. Это большое состояние. Через два года еще добавила к этому секвестированные у польских мятежников владения в западной части Российской империи еще дополнительный две с половиной тысячи крепостных. Так что Кутузов был сильно небедным помещиком. Екатерина, конечно, знала прекрасно лично Кутузова и очень ценила его как военачальника, как дипломата. Но тогда было важно иметь хорошее отношение не только с государением, но и с фаворитами. И здесь, конечно, дипломатический талант Кутузова проявился в полной красе. Будучи человеком уже взрослым, ему 50, он к этому возрасту потучнел, обрел такой некой вальяжности, солидности. Ну, совершенно не стесняясь, по утрам пребывал в расположении покоя в Платону Зубову в Зимнем дворце. Ждал его иногда по часу-по два, когда Зубов закончит свой утренний туалет и сможет с Кутузовым общаться. А, ожидая Платона и ускоряя время, он совершенно не внушался приготовить ему кофе по специальному секретному турецкому рецепту, который ему рассказал какой-то подишах в Константинополе, лично заваривал ему этот кофе в турке, добавлял туда восточных специй, видимо, там, кардамона, корица, уж не знаю, чего, и нес это кофе в кофейнике с чашкой вместе с Платоном покофейничать. Вот эта история с персональным Бористой, она почему-то очень возмущала в последующем наше дворянство, и даже Пушкин как-то об этом иронично писал в своих записках о русской истории. Вот я, честно говоря, ничего постыдного в этом не вижу, потому что, в общем, за чашкой горячего кофе и хорошо приготовленного наверняка Кутузов решал свои нужные ему вопросы гораздо успешнее, чем просто стоя перед всесильным фаворитом на вытяжку, потому что все-таки фаворит есть фаворит, на тот момент, к сожалению, второе лицо в империи. Надо сказать, что Екатерина разглядела в Кутузове не только воина и дипломата, но и педагога. По возвращении из Константинополя она к массе других его должностей на тот момент и обязанности добавила еще и должность директора шлихетского, то есть кадетского корпуса. Корпус это был очень хорошим учебным заведением, Екатерина называла его рассадником великих людей, и вот там три года Кутузов директорствовал. Директорствовал активно, он вспомнил, наверное, как был преподавателем в молодые годы, вспомнил себя курсантом, кадетом, полностью переориентировал весь учебный план и весь стиль жизни кадетов. Я читал об этом отдельную брошюру, когда мы готовили выставку, посвященную истории кадетства в Российской империи и потом в Суворовцев в Советском Союзе. Вот мы эту выставку готовили для нашего музея военной формы, и я почитал интересную брошюру, собственно, как реорганизовал учебу Кутузов. Дело в том, что это был, конечно, элитный, прославленный кадетский корпус, но дисциплина там была весьма разболтана. Много предметов преподавалось, которые, ну, на пользу знать, наверное, мирному гимназисту, но будущему боевому офицеру они пригодятся не в столь большой степени. В то время как военная подготовка, а кадеты на 99% становились потом офицерами, вот военной подготовке уделялось не такое серьезное внимание. Вообще с дисциплиной там было плохо. Кутузов сразу закрутил гайки. Он стал требовать больше учиться владеть оружием, причем разными видами оружия, холодного, огнестрельного, отрабатывать уже боевые тактические приемы. Они проводили учения с кадетами на местности. Они постигали тайны фортификации и, опять же, артиллерийского дела любимого Кутузовского. Более того, он, будучи директором, сам, самолично читал кадетам лекции по военной истории. Это мне тоже очень понравилось. Поначалу это вызвало страшное возмущение. Кто-то даже собирался жаловаться императрице, кто-то уходить из кадетского корпуса. Но как-то, знаете, постепенно смирились, привыкли к этому новому подходу, более жесткому по образованию. И Кутузов тоже вел себя очень необычно. Вы знаете, с одной стороны какой-то такой злой директор, а с другой стороны он специально попросил тайно снять мерки со всех бедных кадет. Там учились самые разные, многие из них офицерские сироты, например. И за свой личный счет шил им мундиры, выплачивал сам стипендии. Причем делалось это как бы от лица спонсоров, то есть сами кадеты не знали, кто за все платит. Когда спустя три года был назначен другой директор кадетского корпуса, как говорят на прощание, кадеты просто рыдали. Так получилось, что Кутузов был в числе тех последних вельмож, которые прямо перед ударом, поразившим Екатерину Вторую, ужинал с ней за одним столом. Когда к классе придет Павел Первый, естественно, он удалит от двора, от службы широкий круг екатерининских, потемкинских, румянцевских, ну тем более зубовских, сторонников, любимцев. Он уволит из армии, к слову сказать, семь фельдмаршалов, включая и Суворова, и румянцева. 333 генерала, это очень много, тогда было генералов намного меньше, чем сейчас, ну и тысячи, тысячи, тысячи офицеров. А Кутузов, хоть он и был приближенный ко всем людям, ненавидимым Павлом, тем не менее, в силу своего характера, обходительности, деловых качеств, как-то остался на плаву. При этом, ну нельзя сказать, что он так уж слишком сильно заискивал перед Павлом. Например, есть известная история, когда Павел в Гатчине устроил военные учения, с одной стороны воевал Павел, а против Павла, скажем так, за красных был Павел, а за белых был Кутузов, он ими командовал. Тот Кутузов спровоцировал его тем, что показался где-то там на пригорке с небольшой охраной, и Павел первый решил закончить эту учебную баталию разом, взяв в плен главнокомандующего, поэтому лично возглавил отряд, который какими-то тайными тропами в обход поскакал к этому пригорку, чтобы Кутузова захватить. Ну выяснилось, что Кутузов одурачил Павла, потому что там же за пригорком стоял еще существенный резерв, поэтому попал Павел вместе со своими телохранителями, но однако нисколько не расстроился, даже развеселился, и в общем хвалил Кутузова за такое хитроумие. Личное расположение императора выражалось во многом. Он, например, крестил двух внуков Кутузова. Двум его дочерям пожаловал звание фрейлин, а жену его определил при дворе в звании стацдамы. Что касается заговора, Кутузов ничего не знал о заговоре против Павла, полове которого, как мы помним, стояли как раз Зубова и граф Палин. Я думаю, что просто заговорщики знали репутацию Кутузова и боялись. В последний день жизни Павла, 11 марта 1701 года, Кутузов у Павла за императорским столом и пообедал, и поужинал, причем за полтора часа до его убийства. Ночью спал спокойно, а утром проснулся уже в новую эпоху, где его ждали и новые взлеты, и новые падения. Александр был довольно осторожен, он не сразу избавлялся от павловского окружения, но, тем не менее, не прошло и нескольких месяцев, как Кутузова отставили от должности, и не просто отставили, а уволили с воинской службы, как было написано в указе «по болезни в отпуск». Два года Кутузов болел. Болел в имении, занимался хозяйством, однако приближалась война с Францией, и в 1804 году, уже совсем-совсем не молодого, 60-летнего Кутузова Александр вызывает в Петербург, поручая ему командование армией. При этом, сенсация, как говорится, впервые после Петра I царь пожелал лично отбыть на войну за границей вместе с армией, чему, я думаю, Кутузов не сильно обрадовался. Кутузов вел себя в целом профессионально, эффективно отступал, маневрировал, героически повел себя Багратион, прикрывая маневренное отступление Кутузова от многократно превосходящих сил французов. Ну вот, когда зашло солнце у Стерлица, 20 ноября 1805 года, знаменитые битвы трех императоров, потому что, с одной стороны, был Бонапарт, с другой стороны, император русский и император австрийский, император Священной Римской империи, вот здесь случилась беда. Наша армия, не знавшая больших поражений после Нарвы и Прута, была не просто побита, была разгромлена. Царь, по сути, бежал. Перед этим была театрально разыграна Наполеоном, боясь нежелания драться. Он приглашал Александра на свидание, он просил о перемирии. Кутузов не верил Наполеону. Кутузов предлагал отступать до соединения с идущим из России подкреплениями. Однако, надо учесть, что вместе русская и австрийская армия имели численное превосходство над французами. И тут, во главе с двумя императорами, вдруг повернуться спиной и опять отступать, Александр думал, что это будет воспринято как бегство. В последствии Александр говорил, прикал Кутузова тем, что он был молод и неопытен. Да, Кутузов убеждал меня, что надо действовать иначе, что не надо принимать сражения, но он должен был быть настойчивее. План сражения под Устерлицем был полностью разработан генеральным штабом австрийской армии. Кутузов его исполнил в деталях и далее катастрофа, трагедия. Причем для Александра это стало не только поражением армии, но и личным потрясением. Кутузов опять был ранен. Ранение было не очень тяжелое, но его ранили в лицо. Но крови было много. В общем, было страшно. Александр, несмотря ни на что, Кутузова наградил за командование армии, выдав ему 50 тысяч рублей для оплаты долгов на службе нажитых, как звучало в распоряжении, и назначил его после этого военным губернатором Киева. Кстати сказать, под Устерлицем был убит зять Кутузова. Тогда это было в порядке вещей. Зять был в первых рядах, хоть и ближайший родственник главнокомандующего. Когда Кутузову донесли во время битвы о гибели его зяти, он даже не изменился в лице и как будто не обратил на это никакого внимания. На следующий же день его застали в печали, он буквально рыдал. Приближенным он сказал, вчера я не мог измениться в лице, ибо вчера я был начальник, а сегодня я отец. В 1811 году Кутузова назначают главнокомандующим русской армии в Молдавии. Здесь будет потрясающая история, одна из самых любимых моих военных операций. Хитроумие Кутузова во время его войны с турками, конечно, не может не поражать. Командующим турецкими войсками там был некто Ахмед Решит-Паша, старый знакомый Кутузова, тот самый, которого Кутузов разбил еще 20 лет назад в Потемкинские войны. Потом он с ним, уже будучи послом в Константинополе, подружился, и прибыв в Молдавию, первое, что сделал наш хитроумный дипломат, он поздравил турецкого друга с назначением в качестве своего как бы супротивника, ну, после чего опять повторно разбил его в пух и прах. Как было дело? Летом 1811 года Кутузов, прибыв к русской армии, занимает крепость Рущук на правом берегу Дуная и начинает готовиться к большой баталии с турками. При этом всячески дает понять, что войск у него мало и разбить его легко. Турки не выдерживают и атакуют. Там действительно большое преимущество в численности армии, то есть со стороны Кутузова это приблизительно где-то 1015, наверное, наших. Турки атакуют его с трехкратным, почти четырехкратным преимуществом. Однако оборона построена очень грамотно, потери мы несем небольшие, буквально один к десяти, турки откатываются и Кутузов выводит свои войска в наступление, якобы преследуя турок. Ну, естественно, никакого преследования быть не может, потому что сил у нас для этого мало. Увидев большой турецкий лагерь, увидев огромное турецкое войско, наши начинают судорожно отступать, создав иллюзию, что они очень из турок испугались. Турки напирают. Все советуют Кутузову запереться в Рущике, обложиться и подготовиться к долго-долгой осаде. Дело в том, что перед Кутузовым не стоит задача удержать Рущук. Перед Кутузовым стоит задача закончить войну как можно быстрее, выгодным для России образом. Причем, что такое выгодный образ? Ну, хотя бы без поражения. У нас нету сил вести войну с Турцией, когда приближается совершенно очевидно война с Францией. Кутузов не собирается оборонять Рущук, вопреки всем советам, и командует оставить занятую русскими крепость и переправляться обратно на левый берег Дуная. Это же бессмысленный шаг. Его все отговаривают. Нет, командущие дают команду переправляемся назад. Русские войска переправляются на левый берег Дуная, перед этим все укрепления взорвав Рущики, то есть оставив там не крепость, а руины. Турки воодушевлены, турки преследуют армию Кутузова и буквально на хвосте у нее тоже переправляются большим отрядом через Дунай. Выясняется, что на другом берегу Дуная все подготовлено к обороне. То есть уже вырыты заблаговременно траншеи, окопы. Наша армия воссоединяется с той частью, которая оставалась на левом берегу, занимает вот эти вот окопы траншеи и ждет. Турки наращивают десант. Наши не препятствуют переправе, не обстреливают ничего. Турки переводят на нашу левую сторону Дуная в общей сложности большую часть своей армии, 30 с лишним тысяч штыков. Наши сидят в траншеях, переправившись, оставив чуть более третьей армии в разрушенном ручьяке, а основную часть, причем вместе с главнокомандующим на нашем берегу, турки решают атаковать. Атаковать не очень получается. Траншеи сделаны хорошо, в землю врыта артиллерия, уже сделан был вал заблаговременно, то есть наши, атакуя, заранее подготовили оборонительные позиции до отхода. Тем временем, пока турки пытаются собрать, что им делать дальше, потому что у них очень большой лагерь, очень большой плацдарм на чужой территории, отделенный от крепости рекой, и думают, наверное, либо о наведении какой-то постоянной понтонной переправы, либо еще. Кутусов берет небольшой корпус, но очень эффективный, лучших солдат, семь с половиной тысяч, и в пятнадцати милях ниже по течению Дуная тайно ночью переправляется, и на рассвете они врываются в Рущук неожиданно, и громят там всю оставшуюся турецкую армию. В Рущуке оставалось около двадцати тысяч, они все либо погибли на рассвете, либо разбежались. Наши потери, невозможно поверить, но они все посчитаны, сорок человек ранеными, девять убитыми. И этот экспедиционный корпус захватывает всю артиллерию и занимает позиции в Рущуке. Таким образом, турецкая армия, во-первых, моментально уменьшившись с пятидесяти с лишним тысяч до тридцати с небольшим, которые успели занять плацдарм на нашем берегу, оказывается в окружении. С одной стороны вырытые траншеи и артиллерия Кутузова, с другой стороны Рущук, захваченный русскими, переправиться обратно нет никакой возможности, потому что тут же в Дунай входит наша флотилия, также с артиллерией. Начинается перекрестный артиллерийский обстрел, стреляет теперь уже русская артиллерия из Рущука, стреляют с бортов наша корабельная флотилия, стреляет наша армия пушками из траншей. Потери огромны. Более того, это все дело происходит осенью, начинает холодать, начинается голод, начинается нехватка боеприпасов. Кутузов и не собирается штурмовать турецкие позиции, он держит их в заперти и ждет, пока они все сдадутся. Но дело в том, что поскольку в окружении находится визирь, а также даже кое-кто из родственников турецкого султана, сдаться они не могут. Тогда Кутузов делает следующую хитрость. Он позволяет визирю избежать из окружения, вместе вот как раз с несколькими родственниками, то есть сохранить лицо. Потому что только выйдя из окружения, он может начать мирные переговоры. Далее начинаются мирные переговоры. Детца некуда. И ближе к ноябрю 1811 года турецкая армия, лишившись к этому моменту огромной своей части больными, погибшими от артобстрелов, сдавшимися в плен, эта турецкая армия капитулирует на самых выгодных для Кутузова и для России условиях, при этом формально сохранив честь. Кутузов разрешает, после того, как капитуляция подписана, разрешает им покинуть этот окруженный лагерь вместе с оружием, вместе со знаменами и даже снабжает турецкую армию продовольствием и медикаментами. То есть лицо турки Саблюли. Почему это сделал Кутузов? Потому что ему не нужно уничтожение турецких солдат. Ему не нужна вот эта арифметика, как много погибло турок, как мало погибло наших. Ему нужен мир с турками. Ему нужен мир до того момента, пока не началась война с Бонапартом. Мир подписан на невиданных выгодных для России условиях. К нам отходит вся Бессарабия, к нам отходит Сухум, выплачивается существенная контрибуция, но самое главное, что вся южная армия высвобождается и уходит с турецкого фронта, перемещаясь на север, чтобы противостоять Наполеону. Когда Наполеон узнал об этом мире, подписанном Кутузову, как говорят, он просто истощил весь набор французских матерных ругательств, проклиная турок, проклиная вероломство Кутузова, проклиная русских, потому что, конечно, он надеялся, что русские будут воевать с ним и с турками на два фронта. Сразу после заключения мира Кутузов уезжает в свое имение отдохнуть, но отдохнуть ему не удалось долго, потому что там же в имении его через несколько недель застает весть о вторжении Наполеона. Дальше мы говорить не будем, мы знаем план Барклая, непопулярный, это скифский план отступать. Мы знаем с вами из учебников, что этот план был блестяще реализован, только не самим Барклаем, а Кутузовым. Вот чего мы с вами не знаем из учебников, это то, что сместить Барклая и назначить спасителем Отечества Кутузова, Александр не хотел этого делать поначалу, но его побудило самое настоящее демократическое волеизъявление подданных. Как обстояло дело? Летом в обеих столицах и в Петербурге, и в Москве дворянское собрание избирало военачальников народного ополчения. Первым выборы прошли в Москве, и там дворянство выбрало Кутузова. При этом его оппонентом выступал генерал-губернатор Москвы Ростопчин, даже несмотря на административный ресурс, он обыграть Кутузова не смог. Далее, через несколько дней петербургское дворянство, не зная о результатах выборов в Москве, единодушно и с общего согласия избирает Кутузова начальником и петербургского ополчения. Настолько он был популярен. Прекрасно знаем с вами, что происходило в этом момент русской армии. Барклай дико ругается с командующим второй армии Багратионом. Александр I мучительно пытается найти какую-то объединяющую компромиссную фигуру, которой бы подчинился и Барклай, и Багратион, и другие авторитетные военачальники. Он рассматривал кандидатуру и французского генерала Моро, но это невозможно, потому что Моро эмигрировал в Соединенные Штаты. Он думает о Веллингтоне. Веллингтон в этот момент находится в Европе. Говорят, он даже делал предложение принцу Швеции Бернадоту. Но так либо иначе собирается специальный комитет. Александр не хотел принимать это решение в одиночку, кстати, довольно разумно с его стороны. Он собрал специальный комитет для выборов главнокомандующего. Этот комитет заседал один-единственный раз. Входило в него шесть человек. Это был воспитатель Александра граф Салтыков, это был Аракчеев, это был граф Кочубей, один из друзей, соратников Александра I. это был князь Лопухин, а также председатель на тот момент комитета министров Российской империи генерал Фезметинов и министр полиции Балашов. Вот этот вот комитет должен был выбрать главнокомандующего из разных кандидатов. С учетом того, что упомянутые мной высшие иностранцы по объективным причинам не могли возглавить русскую армию. Рассматривали кандидатуры Бениксона, Доктурова, Багратиона, Тормасова, Палина и Кутузова. В результате решением комитета Кутузов и был рекомендован императору. Он был самым старшим по возрасту, он был самым старшим по сроку службы и по моменту произведения высшей генеральской чины. Ну и, наконец, Кутузов был абсолютно русским человеком, это был русский барин, а тогдашний патриотический настрой против любого, даже самого проверенного иностранца, и даже русского с иностранной фамилией, мог сыграть очень негативную роль. Вот на следующий день члены комитета, как было сказано, осмелились заявить царю, что Россия желает назначения генерала Кутузова, ибо в Отечественную войну приличнее быть настоящему русскому командующему. Армия восприняла это с воодушевлением, конечно, раньше был генерал, как хлестко называли солдаты, болтай, да и только, а вот теперь пришел Кутузов бить французов. И Александр, проявив чудеса демократизма, конечно, почувствовал желание, почувствовал настрой русского солдата. Кутузов отнесся к этому назначению, конечно, с тяжелым сердцем. Понимал, насколько это смертельное задание. И признался честно, разбить Бонапарта я не разобью, но обмануть обману. Обманул он Бонапарта многократно. Обманул он его на Бородинском поле, когда неожиданно отступил и не дал сражения на второй день, на который рассчитывал Наполеон. Он обманул его, организовав уникальное и сильно повредившее французской армией партизанское движение, морочил при этом Бонапарту голову, когда Бонапарт ведь подавал на очистные протесты, что, мол, русские воюют не по правилам. Месье Кутузов прекратите. Ну, продолжал ему морочить голову. Он обманул его, оставив Москву. Это было тяжелейшее решение. Бонапарт оказался в такой же точной мышеловке в Москве, как турецкий визирь у Дуная. Он провел блестящий Тарутинский маневр, в результате которого Бонапарт просто потерял армию Кутузова и в течение недели не знал, где он находится. А когда она оказалась, перекрыв дорогу в южные губернии империи, то он обманул его еще раз, не пустив его в тучные, богатые районы, где армия Бонапарта могла бы, по крайней мере, пополнить запасы фуража, продовольства и более комфортно остановиться на зимние квартиры. Я не буду здесь перечислять начисленные версии, которые сейчас популярны у альтернативных историков, пытающихся на новых придуманных темах добиться противоестественной популярности, на хайпе таком. Давайте будем все-таки придерживаться той истории с вами, которая уже проверена веками, которая истинна и которая прошла через горнило многократных, тысячекратных проверок со всех сторон. Бородинская битва до сих пор самая кровопролитная однодневная битва чуть ли не за всю историю и одна из самых кровопролитных многодневных, кстати сказать, среди многодневных самой кровопролитной считается битва сталинградская. Длилась она около 12 часов. Ктузов не собирался изначально давать сражения, стремясь заманивать французов все дальше и дальше вглубь страны, но общественное мнение было возмещено постоянным отступлением и решено было дать бой. За военную карьеру, длившуюся много десятилетий, Ктузов последовательно получил 14 воинских званий. Вот последним и высшим было звание генерал-фельдмаршала, полученное Ктузовым после Бородино. Ну а кстати, в целом, за победу в Отечественной войне жалование Ктузова было увеличено до 100 тысяч рублей в год. Это были огромные деньги, это превышало жалование рядового солдата в 10 тысяч раз. Так, для сравнения, солдат за Бородино получал премию 5 рублей на человека. Заграничный покот стал для Ктузова последним. Он скончается в апреле 1813 года в Пруссии, сейчас это территория Польши. Тело и сердце Ктузова будут забальзамированы и погребены в Казахском соборе Санкт-Петербурга. Ктузов был первым из русских военачальников, который получил все степени Ордена Святого Георгия, наши высшие военные награды. Вообще, у нас в истории Орденами Святого Георгия высших степеней не разбрасывались. И всего в Российской империи за все годы было лишь три полных кавалера. После Ктузова еще Барклай-де-Толли, затем Паскевич и Дибич. Все. Наполеон называл Ктузова в своих воспоминаниях старым северным лисом. А вообще, Халларион же был весьма веселым в общении внеформальном и радушным человеком. Он очень любил театр. И за границей он часто писал о новых постановках, о знаменитых актрисах, с которыми он встречался. Повторюсь, что многие современники считали его чрезмерно угодливым и подобострастным, вот вспоминая ему то, как он кофе готовил Платону Зубову. Ну, это ведь нравилось. Это ведь нравилось не только Зубову, это вообще нравилось при дворе той поры. Таковы были нравы. Это нравилось Екатерине, которая на старости лет принимала лесть поклонения с удовольствием. И, в общем, благодаря таким нехитрым психологическим приемам Ктузов вошел тогда в круг самый узкий круг приближенных к Екатерине лиц. Я напомню, что он провел с ней последний вечер, так же, как потом проведет последний вечер вместе с Павлом Первым. Все, кто знал Ктузова лично, восторгались изысканностью его манер, его умом, образованностью и красноречием. Денис Давыдов называл его умнейшим, тончайшим, любезнейшим и просвещеннейшим из дворян. Федор Клинка писал в воспоминаниях. В кругу своих Ктузов был весел и шутлив. К числу прочих талантов его неоспоримо принадлежало искусство рассказчика. Он рассказывал с пленительным мастерством, особливо оживленный присутствием прекрасного пола. К слову сказать, сейчас Ктузова назвали еще и прекрасным пиарщиком. Однажды в армии пошел слух, что старик Ктузов совсем плохо стал видеть. И Михаил Ирионович решил разыграть такой спектакль. Он заранее отправил казачий дозор к месту, откуда мог бы теоретически появиться враг. И вот, выехав вместе с офицерами, Ктузов вдруг остановился и стал прищуриваясь, рассматривать, выглядывая фигуры на горизонте и два различимых всадников. Все гадали случайно неприятельские лето разъезды, но Ктузов прищурив своим левым глазом, пристально вглядываясь, сказал, нет, 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 это казаки, пошлите кого-то справиться. И продолжил спокойно свой путь. Вскоре вернулись посланные адъютанты и подтвердили. Да, действительно, казаки. После этого слух о том, что фельдмаршал плохо видит, пропали. Ну и, наконец, конечно, все, кому не нравился Ктузов, любили посплетничать, подчеркивая его особую любовь к женскому полу. До последних месяцев жизни он держал при себе молодых женщин, доверял им свой быт и не только быт. Об этом все знали, и якобы даже Александр I, который тоже, кстати сказать, был весьма правильной ориентацией, как мы с вами помним. Вот он якобы называл Кутузова старым седым сатиром. В 1712 году в письме государю, начальник штаба армии Кутузова, Бениксон жаловался, что, мол, главнокомандующий возит за собой женщину, переодетую казаком. Впоследствии Щербинин поправил приятеля. Бениксон не знал, был неправ. На самом деле этих женщин было две. И вот когда это письмо Бениксона огласили на заседание в присутствии императора в Петербурге, то присущий совсем старый Фноринг отозвался. Ну, подумаешь, беда. Две. Румянцев в старые годы бывало четырех с собой возил. Так что, давайте, знаете, не будем осуждать Кутузова, будем, как говорил один известный человек, что делать, что делать, завидовать ему будем. Несмотря на это и несмотря на все вот эти вот сплетни и разговоры, я повторюсь, Кутузов был в семейном жизни однолюбом, женат был один раз браком с Екатериной Бибиковой. Вот брак был счастливым, они прожили вместе 35 лет. Их переписка свидетельствует о самых искренних и трогательных отношениях. Кутузов скучал по своей семье во время своих длительных заграничных походов, боев. Он особенно скучал по своим любимым дочерям. У него было шестеро детей, мальчик умер во младенчестве, а вот пять дочерей выросли. У них кто-то рассказывал, что в каких-то восточных философах мусульманского вероисповедания в трудах есть мысль о том, что если мужчина родит и воспитает пятерых дочерей, то ему, соответственно, перед лицом Всевышнего уже только за это прощаются все грехи. Но вот Кутузов действительно воспитал пятерых дочерей. Они, кстати, дружили с Пушкиным, некоторые из них, были очень просвещенными девушками. Все хорошо вышли замуж за генералов, кто-то за сенатора, кто-то же за члена госсовета. У Кутузова было огромное количество внуков. Считается, что Кутузову посвящена была басня Крылова «Волк на псарне». Мы все учили ее в школе, волком ясное дело выступает Бонапарт, а ловчим Кутузов. И Кутузову эта басня очень нравилась. Однажды на привале Кутузов, как рассказывает, прочел ее вслух у костра, у котелка с кашей собравшимся солдатам. И при последних словах этой басни, что, мол, «Ты сер, а я приятель, сед, снял свою знаменитую фуражку, приоткрывая седины. Могучая ура!» Как пишут современники, прокатилась эхом над полем. Память о Кутузове увековечена у нас в стране, наверное, как ни о ком другом. В центральном зале Казанского собора гробница. Перед собором бронзовый памятник великолепный. В Москве у Бородинской панорамы еще с 1973 года стоит конная статуя Кутузова, а неподалеку музей, Кутузовская изба, это место того самого судьбоносного совета в Филях, частично сгоревшая, она была восстановлена еще в XIX веке, и как музей содержалось. Есть много памятников, бюстов Кутузов и в других городах. Кстати сказать, в советское время после войны существовал музей Кутузова и в Польше, в том самом доме, где Михаил Ларионович скончался. Сейчас поляки этот музей закрыли. Теперь там музей керамики города Бориславец. Керамика города Бориславец, конечно, важнее, чем победитель Наполеона. Во время Великой Отечественной, в 1942 году, на следующий же день после знаменитого приказа номер 227, известного в войсках как приказ «Ни шагу назад», был издан приказ Сталина об учреждении ордена Кутузова. На ордене Кутузов в профиле. А согласно статуту ордена, им награждались командиры Красной Армии за хорошо разработанный и проведенный план операции, в результате чего противнику нанесено тяжелое поражение. То есть, если орден Суворов более наступательный, то орден Кутузова в большей степени считался оборонительным, штабным, и в любом случае награждали не за какую-то спонтанную, удачную атаку, нет, нужно было продумать и разработать военную операцию. Продумать, разработать, просчитать и осуществить. Ну и, завершая наш разговор о Кутузове, одном из самых любимых военных деятелей в нашей истории, я хочу еще раз подчеркнуть, это был живой человек. Ну, как у любого живого человека, у него были свои слабости. Он умел поддерживать и налаживать отношения с нужными людьми, в том числе и с монархами, и с царедворцами. Самое главное другое. Свои незаурядные таланты он поставил на службу Родине. Знаете, как известно, он прекрасно говорил на нескольких иностранных языках, и, говоря по-французски, по-немецки, по-турецки, он буквально перевоплощался. Он все-таки был артистом, у него менялась мимика, у него менялась осанка, он даже ходил по-другому, когда говорил на иностранном языке. Вообще французы, по его блестящему французскому, принимали его всегда за француза. Немцы принимали его за немца, а Кутузов любил пошутить, что в разговорах с немцами я немец, в разговорах с французами француз, а на самом деле я самый настоящий русак. Вот таким он и был, русским человеком, с русской фамилией Кутузов. Ему ведь было не так уж просто в последний год жизни. Все время, пока он противостоял Наполеону, его критиковали. Его критиковали за то, что он оставил Москву. Его проклинали за то, что он как-то вяло преследует Наполеона, введя основные свои силы параллельным курсом, только атакуя его с флангом. Его ругали за то, что он дал Наполеону уйти, переправиться через Березину, что он не поймал Бонапарта, не взял его в плен. Можно подумать, кому-то удалось поймать бы тогда Бонапарта. Это разрушало его сердце. Ему было тяжело. Это был старый человек, почти 70 лет. И вот, тем не менее, давайте все-таки судить, как говорится, не по процессу, а по результату. Старый, сонный ветеран, по сути, инвалид, человек другой эпохи, не Александровской, Екатеринский, вельможа, циничный, кому-то, как казалось, устаревший, не какой-то энергичный реформатор. Этот очень спокойный, уравновешенный и мудрый старик, он ведь не просто обманул молодого Бонапарта, как обещал, этого военного гения. Он просто стер его в пыль. Он его дематериализовал. Он превратил самую многочисленную и великую армию на тот момент в истории человечества, 680 тысяч штыков, армию ведомую талантливейшим полководцем, с талантливейшей командой генералов и маршалов. Он за 4-5 месяцев, за ничтожный срок, просто превратил ее в пыль, оставив у Бонапарта несколько тысяч человек, еле-еле спасшихся. Не в этом ли подлинное величие нашего замечательнейшего соотечественника. Багратион, герой Бородина, герой войны 1812 года, один из самых прославленных полководцев нашей истории, и вообще очень необычный человек. Но на самом деле имя Багратиона так либо иначе даже те, кто вообще в школе не учился, знают, потому что есть станция метро Багратионовская, мост Багратиона, масса памятников Багратиону, в том числе и на Кутузском проспекте. Одна из самых знаменитых наступательных операций, успешных Второй мировой войны, это операция Багратион, осуществленная нашим военным гением 20 века Константином Рокоссовским. Кто-то, естественно, слышал что-то Багратионовы флеши. Флеш, знаете, что такое? Флеш. Это такой редут укрепления, построенное вот таким вот образом, углом к наступающему неприятелю. Это оборонительное сооружение, земляное укрепление, разбить строй, нанести максимально ущерб наприятелю о нашем священном Бородинском поле. Там, конечно, ничего от них не осталось, но по карте можно посмотреть, где это было. Ну, это все мы знаем об Багратионе как полководцы, а вот о нем как о человеке. Наш цикл рассказов из русской истории это в первую очередь рассказ о людях, не о событиях, не о движениях, полков, корпусов, батальонов. Мы об этом будем мало говорить, потому что я не глубокий специалист в войне 1812 года. У нас очень много блестящих ученых. Они меня тут же поймают на какой-нибудь неточности. Мы о людях. Петре, Багратионе как о человеке. В пантеоне героев он занимает особое место. У нас есть Кутузов и прямо справа и слева от него Багратион и Барклай-де-Толли, соответственно, командующие 1-й и 2-й западной армии. Причем они втроем значительно выше в этом пантеоне, чем другие. Генералы, Раевский, Милорадович, Кутайсов, Тучков, ну и прочее, прочее. Державин в свое время скаламбурил, и этот каламбур стал афоризмом, на века. О, как велик на поле он! Он хитр и быстр и тверд в обране, но дрогнул, как к нему простер в бое-длане с штыком Бог-Рати-Он. Фамилии написаны в три слова, каждое. Бог-Рати-Он. Угадал. Князь Петр Иванович Багратион в Багратионе иногда называют отпрыск древнейшего грузинского царского рода Багратидов. Древнейшего это не значит, что богатейшего. Как мы с вами понимаем, Грузия в те времена это уже не государство. Времена царицы Тамары прошли Грузии это территория. На территории Грузии живет довольно много разных племен, народов, которых можно обобщенно называть грузинами, но у каждого у них свое имя и несколько княжеств, несколько царств. И вот Баграти правили почти тысячу лет, правили территориями Грузии еще с 9 века. Еще во времена Петра I предки Багратиона начали перебираться постепенно в Россию. Перебирались они почему? Потому что давили с юга персы и турки, давили не только административно-военным путем, но и религиозным. Требовали перехода в ислам. Грузины все-таки наши братья-христиане, причем довольно упертые, твердые. Поэтому грузинам это не нравилось, разным народам, которых мы называем сегодня обобщенным грузинами. Плюс, когда Петр начал свой знаменитый персидский поход, про который мы совсем забыли, пошел сверху с Астрахани, вот пошел и пошел, все занял и по договору с персидским шахом присоединил к Российской империи. На тот момент все земли, начиная от юга Каспийского моря. Представляете, это Иран сейчас, Азербайджан, потом Дагестан, ну и дальше уже северная предкавказья и наша Астраханская область и Калмыкия. Когда Петр спускался, грузины, грузинские цари его поддержали против персов. Потом пришлось им частично эмигрировать, естественно, в Россию. В числе эмигрировавших и были дальние-дальние родственники Багратиона. Дед Багратиона родился в Гареме персидского шаха. Уже там не знаю насчет матери, там история бабушки туманно довольна. Вот он родился в Гареме, вырос там и попросился в русское подданство. Написал такое замечательное обращение. Звали его Александр. Я оставлен таму при матери своей при шахском дворе, где воспитан был в их нечестивой и поганой магометанской вере. Без икивоков по-кавказски. Далее в Челобитной на имя дочери Петра Елизаветы. Он просил предоставить им русское подданство, а также службу с награждением чина против прочих моих фамильцев и национов безобидно и с награждением двойного жалования против прочих чужестранцев. По-скромному попросился двойную зарплату. Еще он попросил привезти из Грузии жену и детей, потому что он хотел всей семьей переехать в Россию, на русскую территорию. В итоге дали ему подполковника, высокое звание, ну, среднее. Определили служить в Кизлярии. Кизляр на тот момент это русский город, русская крепость, относящаяся к Астраханской губернии. Там он поселился. Кстати сказать, в Кизлярии, как мы знаем сейчас, есть музей Багратиона, поскольку там жило несколько поколений получается Багратионов. Музей Багратиона. Что там еще есть относящийся к Багратиону? Коньяк. Коньячный завод. Хороший коньяк дагестанский. Коньяк Багратион, 20-летний, который еще в советские годы появился. Это старый советский коньяк. Очень качественный. Говорят, я не пробовал. Это был дед. Отец опять пишет заявление в русское подданство, получает его и снова идет к нам на военную службу и опять селится в крепости Кизляр. Почему пришлось писать повторно неизвестное, история умалчивает. Может быть, отец просто оставил его там где-то в Персии или в Грузии. Мы этого не знаем. Отец Багратиона дослужился аж до майора. И вот в семье майора Ивана Багратиона родился мальчик Петя. Дальше начинается туман. Начнем с того, что неизвестно, где он родился. Это я вам говорю, Кизляр официальная версия. 33 историка будут доказывать, что он родился в Тифлисе. Ну, считаем, в Кизляре. Неизвестно, когда он родился. Официальная версия говорит в 1765 году. Запомните, это означает, что ему на момент смерти 47 лет. Но есть масса свидетельств, что на самом деле он родился позже. Скорее всего, я склоняюсь к тому, что он родился в 1769 году. То есть он абсолютно ровесник Наполеона Бонапарта. Сейчас объясню, почему. Кем была мать Багратиона, тоже неизвестно. Какого-то княжеского рода. Но Багратиона к этому моменту так много на российской службе, что их даже путают в документах. О детстве его известно мало. Знаем мы, что он года два учился в гарнизонной школе. Вот тебе представьте себе, потомок царского рода, прямой, князь. Отец его майор всего-навсего на русской службе. У него нет денег на образование домашнее, на учителей. Он учится два года в полковой школе. Чему он там научился, мы толком не знаем. Ну, наверное, читать, писать научился, потому что по-русски Багратион говорил с большим акцентом грузинским всю свою жизнь. По-французски он говорил чудовищно просто. То есть его понимали только французы-корсиканцы. Это не Милорадович или Кутузов. Великолепно образованная, когда-то все говорили, что он лучше любого парижанина говорит по-французски, гораздо чище Наполеона. По-французски он говорил очень плохо. Вроде бы знал Персидский, но так косвенно выполнял какие-то поручения впоследствии Потемкина, для которых было бы неплохо знать Персидский. Но это не факт. Собственно, все. Все его образование. Сделаю небольшое отступление. Наш великий писатель Лев Николаевич Толстой в «Войне и мире» создал, конечно, очень яркий образ Багратиона. Багратион, как мы помним, чей начальник? Прямой начальник Андрея Болконского. Толстой говорит, что Багратион это такой честный, прямой вояка. Конечно, он малообразован, недалекий. У него блата нету. Он при дворе не расшаркивается, как Кутузов. Вот такой солдат. Я старый солдат и не знаю слов любви. Все не так, на самом деле. Начнем с того, что Багратион, хотя образования не имел, но он бы ничего не добился, если бы всю жизнь не учился. Вот это ближайший аналог нашего Петра Первого, который тоже мы знаем. К 16 годам умел читать, очень плохо писать, а также знал два математических правила сложения и вычитания. Вот к моменту нашего 10 класса уровня образования Петра Первого. Это потом он будет знать несколько языков, бесчетное число профессий на уровне, как бы сейчас сказали, первого разряда, то есть высшей квалификации. Причем профессий сложных, инженерных, фортификации. Он корабль мог, Петр Первый, в одиночку бригадой с помощниками собрать. Что такое собрать корабль большой, линейный, в те годы? Но это все равно, что сейчас собрать космический корабль. Примерно то же самое. Такое же чудо техники. Багратион всю жизнь читал, учился на практике, время пытался узнавать новые военно-тактические схемы. Это очень важно. На тот момент в формуляре полка, где он служил, было записано, я цитирую, «Грамоте по-русски и по-грузински читать, писать умеет». Все, точка. Больше ничего. Хорошо знавший Багратиона Ермолов впоследствии писал в своих воспоминаниях, «Без наставника, совершенно без состояния, князь Багратион не имел средств получить воспитание». Ну, денег не было. «Но одаренный от природы счастливыми способностями, остался он без образования и определился на военную службу». Почему Багратион идет на военную службу? Угадайтесь, трех раз. Жить на что-то надо. На военную службу он пошел рядовым. То есть, в отличие от блатных, таких, как капитанской дочке Петруша Гринев, таких знакомых не было, чтобы записать его в гвардейский полк и сразу потом прапорщикам в 16 лет поехать. Нет. Багратион идет на службу в местный астраханский полк, но он только не астраханский, он в Кизляре находится, астраханский полк, рядовым. И служит там пять лет. Сначала рядовым, потом сержантом. Хоть и князь. Почему я склоняюсь к тому, что он родился в 1769-м? Потому что пойти рядовым в 18 лет он не мог. Вот с его характером, с его уровнем было состояние семьи, это невозможно. Раньше на военную службу брали раньше. И вот если он 769-го года, то получается, он пошел в полк рядовым в 14. Это абсолютно нормально. И до 19 он там служит в нижних чинах, и где-то в 18-19 получает первый офицерский чин прапорщика. Далее есть такая история. Сам Багратион вспоминал и писал в документах о том, что он принимал активное участие в Кавказских войнах. Кавказские войны начались не с момента назначения Ермолова. Кавказские войны шли и раньше. Были сложности с местным населением, с дагестанскими, с другими племенами, и с чеченскими племенами. И такое вялотекущее противостояние на Кавказе продолжалось. Багратион записывал, что он неоднократно в составе Астраханского полка принимал участие тогда в 15, 16, 17, 18 лет в разных стычках с Кавказцами. Есть даже история про то, как после очередного, не самого удачного нашего карательного похода на некий чеченский аул мальчишку Багратиона вытащили из-под груды мертвых тел чеченцев. Ну и по каким-то причинам отпустили без выкупа. То ли потому, что он такой молодой и храбрый, и сам вроде как с Кавказа, то ли он кого-то там знал из местных тейпов, из местной знати. Историю умалчивал. Побывал в плену у чеченцев и отпустили они его. Почему на самом деле эти данные противоречивы? Потому что там менялось название полков. Сначала был Астраханский полк, потом его переформатировали в Кавказский полк, расположенный там же в Кизляре. Менялись документы. В общем, это не так важно. Мы исходим из того, что в подростковом возрасте по нынешним меркам, то есть тинейчером, Багратион абсолютно боевой солдат. Точно, что было, это когда Багратион попал в Потемкинскую армию и во время очередной турецкой войны, не пытайтесь их запомнить, это абсолютно невозможно, запомнить все эти русско-турецкие войны, а также антинаполеоновские коалиции. Багратион отличился при штурме Очакова. Отличился настолько, что Потемкин производит его через звание. Это редкость. К моменту штурма Очакова Багратион подпоручик. По-нашему, это лейтенант. Он его производит сразу в капитаны, минуя звание поручика. При этом указывает за храбрость. Считается, что Багратион был в числе первых офицеров, которые залезли на сцену Очакова. Багратион служит адъютантом и ординарцем у разных командиров, в том числе будущего фельдмаршала Салтыкова. Эта работа ординарцем и адъютантом кардинально отличается от того, как мы себя представляем адъютантом. Адъютант в современной армии двадцатого века, двадцать первого. Это штаб, начальник. У начальника есть какой-то толковый молодой парень, которому он там что-то поручает. Я человек не военный. Вот лучше военные скажут, что получают обычные адъютантом. Тогда работа адъютанта ординарца была совершенно другая. Задачей ординарца было передавать ордеры, приказы во время боя. Ну, теперь представьте себе, начальнику пришло в голову этот батальон туда, этот полк сюда, пушки передвинуть, на тебе бумагу, скачи. А там ад. Мобильных нет. ЧПС не работает. Визуализация простая. Вот в красных мундирах это англичане, в белых это австрийцы, в синих французы. Пойди и ищи свою часть в разгар боя. Кому отдать этот приказ надо передать, главнокомандующий. Поэтому эта работа связана со смертельным риском для жизни. При том, что ординарцев может быть довольно много, адъютантов меньше, адъютант еще должен координировать деятельность других ординарцев, кто куда поскакал, что он там напередавали эти ординарцы. Может также остаться в войсках, отслеживать, как приказ выполняется. Очень опасная для жизни работа. Вот такой работой в войсках молодой Багратион и занимается. Далее он попадает во все войны, во все передряги. Это, в общем, несложно открыть Википедию, там посмотреть, боевой путь. Бесконечное число известных по школьному курсу сражений. Ему повезло в польскую компанию, когда, помните, Суворов усмирял Польшу и брал Прагу в предмесяце Украшава. Багратион попал в корпус Валериана Зубова. Мы с вами помним, что Латон Зубов это самый последний, самый противный из фаворитов Екатерины. Не хочу проводить современных аналогий, но матушке-то уже за 60, а Зубову чуть за 20. Красавец. Касаясь, уже в плечах, какие у них там были отношения, понять сложно. Тем более, что последние годы Екатерина уже совсем сдала, немножко располнела, болела очень сильно. Так она где-то лет после 50. Как Потемкина расстались, так у нее все пошло наперекосяк. Тут есть, кстати, в одном из залов кто-нибудь видел платье Екатерины, нет? Мундирное. Когда она еще была в форме. Вот это ей полтинник Екатерине. Вполне. Потом она уже раздалась. Это, кстати, платье, чтобы вы понимали, скакать на коне в нем. Не просто так. У Зубовых было несколько братьев, как и Орловых. Ну, они все были сложные персонажи. Но Валериан Зубов был исключением. Это был не только самый симпатичный из Зубовых, настолько симпатичный, что его дико ревновал и подозревал, что Валериан хочет увезти у него матушку. А ему тут лет 20 на портрете. Валериан Зубов отчаянный, абсолютно безбашний боевой офицер. Его Суворов отмечал. Он во время польской кампании, кстати, на передовой потерял ногу. Ему ампутировали ногу выше колена. Потом он, как наш Мересев, ему изготовили специальный протез, гнущийся на шарнирах английский. И он с этим протезом продолжал командовать войсками. Верхом возглавлял персидский поход. Очень крепкий и очень во многих отношениях образцовый военный. Вот он был командиром Багратиона. Там же, кстати, в Польше Багратион познакомился и с Суворовым. Ну, как считается, что Суворов его заметил. Хотя между Багратионом и Суворовым это была пропасть. Кутузов стал фельдмаршалом за Бородино, а Суворов стал фельдмаршалом за разгром польских повстанцев. Но потом Суворова после Польши Павел отправляет в ссылку, в село. А Багратион каким-то образом оказывается при дворе и начинает неожиданно довольно быстро расти в чинах. В Польше он подполковник, Багратион молодой, ну, как молодой, около 30. Что считать его годом рождения? Потом он очень быстро полковник, и потом он очень молодой генерал, он тоже в 30 с небольшим. Вот тут я начинаю опять спорить с его Николаевичем Толстым, потому что, конечно, Багратион совершенно не был таким уж прямым бестолковым сухарем, который боялся дворца. Он был очень обходительным. Это был настоящий восточный мужчина. Он боевой офицер, герой. Но когда надо, он промолчит. Когда надо, он скажет цветастый комплимент, поднимет тост. Великолепный рассказчик. Представьте себе, семья императора Павла, супруга императора, дети. И тут Багратион. Вот такой весь обояшек. Уже после смерти Павла, вдовствующей императрице, Багратион очень симпатизировал. Она ему дарила какие-то ценные подарки. Можно сказать, покровительствовал этому молодому. Нельзя сказать, что симпатичному, это как бы на вкус и цвет, но очень храброму, яркому человеку. И Багратион стал шефом, правильно сказать, егерского батальона, который охранял Павловск, где жила семья Павла. Ну, представьте себе, это, по сути, начальник охраны. Он все время при дворе, его очень часто приглашают за стол. Вообще, случаев, когда бы русских генералов, монархи, вот так пускали в семью, вот за обеденный стол, за ужин, поговорить, расскажи, что как. Случаев таких единицы, после Петра. Петр был таким доступным, а дальше просто единицы. То есть, либо ты находишься в особых отношениях, как Орлов Потемкин, либо знаешь свое место вот там, на часах. Вот из таких особо допущенных были Кутузов, известный царедворец. Он кофе Зубову варил, как мы помним. Часами ждал в приемной, чтобы первым приготовить Платону Зубову кофе по-восточному. Кутузов всем рассказывал, что будучи послом в Константинополе, узнал особый секрет вкусного кофе, и только его лично может приготовить Платону Зубову. Не стеснялся. Нравы такие были. А Багратион точно так же, он практически в семье живет Павла. Чуть ли не каждый день там можно по записям посмотреть, то пообедает с ними, то поужинает. Это имело потом большие последствия. И вот там же он становится молодым генералом. Здесь одна из интересных историй. В армии русской того времени был уникальный принцип так называемого старшинства офицеров. Мне сначала казалось это глупостью. Во всех советских учебниках писали, что это мерам мракобесия царского. На самом деле это очень разумный принцип. Представьте себе, два полковника, две воинские части встречаются, например, перед боем. И не расписано, кто главный. Они оба полковники, оба их полки. Или два генерала у каждой дивизии. Вот чтобы автоматически, без волюнтаризма, без ссоры и споры определить, кто главный, определялось таким образом. Кого раньше произвели в генералы приказом, тот старше. Автоматически. Неважно, какого возраста. Может быть, одному 30 лет, а второму 50. Ну там вот кому 30, его три года назад произвели генералы. А кому 50, в прошлом году. Старше, тот кому 30. Он старше по времени пребывания в должности. Это имело еще второе, очень разумное. Плюс, он заключался в том, что подходит очередь присваивать новые звания или какие-то награды. Вот выдали на полк два ордена по итогам сражения. Анны, Владимира, чего-то. Кому-то надо дать, а все герои. А кому дать? Дадим-ка мы старшим, кто дольше служит в этом звании. Чтобы никто не обижался, два старших офицера, вот мы дадим ордена, либо они первые будут произведены в следующий чин. Никакого волюнтаризма. Отправляются на войну знаменитые итальянские походы графа Суворова, где, помните, Чертов мост, Сен-Готард. И он там самый молодой генерал. Потому что только-то генералы произвели. Даже не по возрасту. Он просто там самый младший. Но будучи самым младшим, он, тем не менее, становится там самым заметным. Он очень нравится Суворову. Чем нравится? Очень любил такой типаж, который все время напрашивается на драку. Он невероятно инициативен. Кто пойдет атаковать французов? Я. Кто первый в арьергарде будет прикрывать отступление? Я. Кто осаждать какую-то крепость? Я. Вот Багарчен всегда такой. Он в чем всю жизнь будет таким? В свое время, когда у нас была очередная бесконечная война со шведами, они все пытались реванш за Петра, за Северную войну у нас взять. Это 1809 год, где-то так. Когда они Финляндию потеряли окончательно. Аракчеев пришел координировать наши войска, которые там зависли. Он придумал, не он придумал. Ну, в общем, Аракчеев поддержал идею в Швецию пойти через лед, по льду. Зима. История самоубийственная, потому что если попасть под артиллерийский обстрел, то вы там, как в рыцаре, собственно, все и потонете. Тяжелая история. Зима. И когда Аракчеев спросил, ну, кто по льду? Говорит, он, я. Пошел, все, добился, победил. Это любимый ученик Суворова. Он с Суворовым везде. Он командует и авангардом, и арьергардом, инициативен. Прошел через все сражения. Там же, в Италии, он очень подружился с братом родным императора, Константином. Помните, у нас был Александр, император Александр I, брат его Константин, который предполагал, что будет править в Константинополе по бабушкиному замыслу. Но с Константинополем не получилось, к сожалению. Но Константин боевой офицер. Он в армии. Там я вообще не знаю, водил ли он своих солдат лично в атаку, но он в армии, он рисковал жизнью. Человек с очень тяжелым характером, то есть полная противоположность Александру. Если Александр это интеллигент, это такой дипломат, хитрый, невероятно вежливый, никогда не повышающий голос, со слугами-офицерами на вы. В общем, император Александр задал моду, начиная с его правления. Фельдмаршал обращался к прапорщику на вы всегда в русской армии. Дворяне. Дворяне, дворяне, на вы. А дворянство давалось первым офицерским чином. Вот Константин полная противоположность. Это такой хам. Не знаю, что он плохой человек. Он такой, с матерком, служака, со всеми плохие отношения, но он такой взрывной. Одно исключение. С кем он дружит все время? Багратион. Просто друзья, не разлей вода. Может быть, оба такие были. Потом их кое-что еще объединяло. После этого уже. Суворов вернулся с триумфом после всех этих походов домой. Багратион, будучи человеком самого близкого к руку, он даже поехал с ним в имение. Какое-то время жил на Суворова. Багратион был настолько близок к царской семье. Он там обедал, ужинал, ужинал, что императору Павлу Петровичу пришла в голову светлая мысль очередная грузина поженить. И он его женит. Сам подобрал ему невесту, сам все организовал. Свадьбу прямо в Гатчинском дворце провели. За него выдали самую номер один красавицу, по которой стонал весь Петербург. Это была 18-летняя Катя Екатерина Павловна. Фамилия ее Скавронская. Кто помнит историю, это была гремучая смесь. Это прямая по мужской линии правнучка, наверное, брата жены Петра Первого. Вот эта вот Скавронская, которая из девушек, как говорят, с пониженной ответственностью стала императрицей. У нее же были родственники, которых притащили всех. Родственники такие же. Не поймешь, откуда. Крепостные они. Ниоткуда вообще. Им дали всем графские титулы. Праправнучка стала женой Багратиона. То есть, с одной стороны, как бы для Багратиона даже обидно, потому что она правнучка. Крепостной, судя по всему, а он царского рода. Ну, главное, что она была невероятно красивой. Она считалась второй. Первой считалась ее мама. Маме было 35. Это было две главных красавицы Петербурга. По маминой линии. Она родственница Потемкина. Причем не просто родственница. Потемкин был у нас любвеобильным таким парнем. У него были любимые племянницы, с которыми с ним ездили везде. Я тут не буду распространять слухи, потому что свечку никто не держал. Но все считали, что племянница, это вот... К ним подходить не надо. Это Потемкина девушка. Она была по материнской линии с Потемкиным, а по папиной от самой Марты Скавронской. Как вы понимаете, несложно догадаться, из этого своднического брака ничего хорошего не получилось. То есть вот совсем. Екатерина Павловна Багратиону изменяла. Багратион психовал, дико ревновал. Она была страшнейшей транжиркой. Багратион в течение года оказался в чудовищных долгах. Они жили в Петербурге. Дворцовая площадь, арка главного штаба. С одной стороны, у нас продолжение Эрмитажа, где находится коллекция импрессионистов. Очень красиво. Музейное пространство. С другой стороны, помещение Министерства обороны. Там, где в Министерстве обороны тогда были квартиры. У него не было денег купить в Петербурге дорогую недвижимость. Он снимал квартиру, потому что Кате надо поближе к зимнему. Не об их детам. На Черной речке она жить не будет. Я тут поинтересовался финансовым состоянием Багратиона. Он получал жалования как генерал. Я вам скажу честно, что жалования тогда офицеры получали. Имея такие траты, как должен иметь генерал либо старший офицер, прожить на эти деньги невозможно. Творянин поручик. У него оклад жалований в начале 19 века. В зависимости от того, кавалерия, артиллерия, гвардия в гвардии побольше. Кстати, в инженерных войсках тоже много. Пехота. Поручик получает 166 рублей. Как в советские годы, поменьше. Только это не в месяц, а в год. Посчитайте. 166 рублей в год. Издание Евгения Онегина, изданное Пушкиным, правда, чуть попозже, все-таки там была инфляция, но небольшая. Стоит 10 рублей. Билет в театр, в портер шикарный, 5 рублей. Ты на свою месячную зарплату, будучи поручиком, купишь Евгения Онегина, еще раз находишься в театр, все, конец. Лошадь, боевой конь, 100 рублей стоит. Может, там что-то выдадут в армии, но вряд ли. Ты должен лучше купить своего. Вот это твоя почти годовая зарплата. Ну, генералы получали на тот момент, генерал-лейтенант, со всеми добавками, денежное довольствие, продуктовое довольствие, примерно те же 100 рублей, но в месяц. Лучше, чем поручик. Ну, для молодой, красивой жены некачественно совсем. Поэтому расчет был на что? На доходы от имений. Имений у Багратиона никаких нет. В Кизляре где его имение? Что царь подарит? За службу, надо сказать, что относились власти героин по-человечески. И уж если награждали, то по-царски. Кутузов опортовал о победе, под Бородино. Дали ему 100 тысяч рублей, премию сразу. Для этого надо еще стать Кутузовым. Багратиону дарили деревни, но деревни небольшие. Две деревни в Подольской губернии. Это 329 крепостных душ. Это меньше, чем у Пушкина. Пушкин совсем не богатый дворянин. Багратион беднее еще. После какого-то непродолжительного года совместной супружеской жизни Багратион обратился к царю с просьбой выкупить у него эту деревню. Потому что продать ее на рынке, во-первых, тяжело. По-другому, иди, кому продай. Во-вторых, казна всегда выкупает дороже, чем рынок. То есть сейчас так. Казна дороже выкупает. Потому что выкупая деревню у заслуженного человека, у генерала, скрытая форма премии. Казна у него выкупает эти две деревни. Но поскольку он все-таки герой, ему дарят жить-то. Надо на что-то. Дивиденды должен получать. Две купила у него деревни, он тут же долги раздал за жену. Еще одну подарила. На этот раз в Литовской губернии. Большую деревню. 500 душ. То есть чуть больше, чем у Пушкина. Проходит год. Багратионы опять кончились деньги. Он опять идет ко двору, пишет заявление в казначейство, просьба выкупить в казну и литовскую деревню тоже. Ну что он получает от управляющего? Ему совсем не хватает. Ему сразу много денег. В итоге литовскую деревню он продает обратно казне. При этом деревне в жесточайших убытках. На ней лежит 28 тысяч рублей казенного долга. То есть он под деревню убрал средства в казне. И 52 тысячи рублей, как написано, партикулярного долга. То есть он кого-то еще друзей офицеров одалживал еще под эту деревню. Ну что делать? Банкрот. Казна выкупает у него теперь эту литовскую деревню. Ну, естественно, казенные деньги склопываются. Все идет с зачетом. Она выдает ему кэшем, как бы сейчас сказали, еще 40 тысяч для расплаты с партикулярными долгами. Денег у него все равно не хватает. Он всем пишет расписки. Написав кучу расписок, то езжает на войну. Это очередная антифранцузская коалиция, где будет Аустерлиц. И все остальное неизвестно по сей день. Я пытался узнать. Судя по всему, ни одну из этих расписок он не погасил за последующие 10 лет. Данных об этом нет. Всем, кому был должен, всех простил. Багратион уезжает на войну, а жена его, Катя, уезжает в Вену. Предлог такой, типа, подлечиться. И больше они не виделись никогда. Они не развелись. Она стала главной светской дамой второй европейской столицы после Парижа. Называли ее Лябель Ангел Ню, потому что она красива, как ангел, и все время ходит в какое-то невероятно прозрачном платье. Фрапирует местных. Она стала любовницей ни много ни мало канцлера Австрийской империи Миттерниха. Родила от него дочку. Потом через какое-то время они расстались уже сильно после. Она уехала в Лондон. Там стала женой английского лорда. С ним тоже потом развелась. И вернула себя фамилию Багратион уже после смерти мужа. В общем, девушка была такая. Роковая женщина. Багратион все время писал письма послу Вене, что давай образу мою Катю, пусть она вернется, я ей все прощу. Она не возвращалась, говорила, что очень плохо себя чувствует. Есть скучно с этим бедным грузином. Там есть Миттерниха. Хорошо. Происходилось успокаиваться в войне. Несколько штрихов, чтобы запомнить. Шенграбинское сражение. Ну, это вот гордость Багратиона. Наполеон пытается окружить армию Кутузова. Кутузов спешно отступает. Это еще до Аустерлица. Ему надо как-то задержать давящего Наполеона. И он выставляет заслон. Это нельзя даже назвать рейергардом. Заслон. Шесть тысяч солдат против всей наступающей армии Наполеона. Командовать заслон назначают Багратиона. Кутузов попрощался с ним, перекрестил и сказал, ну, Бог даст, здесь видимся, но вряд ли. Потому что, ну, что такое шесть тысяч. Полирует его. А задача продержаться хотя бы сутки, чтобы наши успели отойти, не попали в окружение. Багратион не только продержался. Сложно получилось. Сначала заморочили голову Мюрату. Мюрат командовал авангардом армии Наполеона. Он не понял, что это только маленький заслон. Он думал, что это вся армия Кутузова. Он остановился. Начались какие-то переговоры. Наполеон прислал гневное письмо, типа, немедленно атаковать. Мюрат стал немедленно атаковать. Тяжелое сражение, равные потери, что поразительно. Багратион не только организованно отошел, но он еще умудрился взять в плен роту французов, человек, по разным сведениям, 50-60-70, знамя какое-то французское. Был невероятным героем. Это называли русскими фермопилами. То есть он один стоял небольшим отрядом. Потери у него были 50%, так для понимания. То есть каждый второй был либо убит, либо тяжело ранен, а тогда раненые не выживали особо так. Или попал в плен. Действительный герой. После этого Ау Стерлиц, Пресси Шейлау, Фридланд и везде Багратион, которого мы почему-то представляем, что он такой все время атакующий на коне. Он все время в варьергарде, он все время держит удар, он все время организованно отступает и по сведениям, например, у Стерлиц, если посмотреть, где опять же там у нас Балконский с Багратионом вместе, самая организованная часть армии, которая сплоченная, четкая, никогда не бежит, все у него под контролем, и он невероятно хладнокровен. Это полностью противоречит тому имиджу, который у нас есть. Он горячий, грузин, он там кричал, мы Наполеона шапками закидаем в 1812 году. Это все так. Действительно кричал и даже писал это. Но в бою он абсолютно другое. Абсолютное хладнокровие. Выдержка, как будто человек менялся. Молниеносная. Глазомер, как у Суворова, никаких необдуманных решений. Возвращается в Петербург, потом в Москву, Багратион абсолютным героем. То есть, если Кутузов, например, он все-таки проиграл у Суворова, а Багратион ничего не проиграл. Он все небольшие сражения выиграл, а все большие сражения он держался до последнего. Он становится невероятно популярен и в Петербурге, и в Москве. Просто как античный герой. Его зовут на все приемы. Все члены, близкие к Александру, весь его негласный комитет, все ходят, знакомятся к Багратиону. Ну, они примерно ровесники, все плюс-минус, 30-35 лет, 40, они все дружат. Многолетняя любовница Александра, которая родила от него несколько детей, Нарышкина, она все время с Багратионом, потому что он страшно моден. Есть такая мода Багратион. Там бакенбарды, как у Багратиона, плащ, как у Багратиона. Он опять все время при дворе. Он обедает, ужинает там. Его вдовствующая уже императрица, мать Александра, по-прежнему примечает, очень любит. И даже начинается самое интересное. Багратиона подозревает в невероятной любовной связи с сестрой императора, Екатериной Павловной. Екатерина Павловна, его и жену зовут, которая в Вене там наколачивается. Вот у нее вторая Екатерина Павловна в жизни. Это дочка Павла I, Екатерина, любимая сестра Александра, самая умная, яркая, красивая. Она молодая на тот момент, ей 19 лет. Будет потом сфататься Наполеон. Она ему откажет. С Багратионом была любовь. Мы, конечно, не знаем, как далеко зашли их отношения. Мы знаем, что они вдвоем гуляли по парку, держались за руку, что все писали это не просто так, что она ни с кем не встречается, кроме Багратиона на публике, что они переписываются. Она ему пишет, он ей пишет, когда в отъездах. Было, не было, не знаем. Но, тем не менее, когда Багратион умрет, скончается от ран, в 1812 году, Екатерина Павловна, на тот момент уже глубоко замужняя дама, она замужем будет с хорошим человеком, принцем Альденбургским. Жить она будет в Твери. Будет там госпитали создавать для раненых, ухаживать за ними, как миссистра, княжна, ее муж, принц, немец. В госпитале там же чем-то заразится, какой-то лихорадкой, и умрет молодым. Екатерина Павловна писала Александру, своему брату, чтобы он срочно всю переписку Багратиона изъял, потому что очень боялась скандала. Лично ее посмотрел. И вот представьте себе, Наполеон в Москве, полным ходом идет война, Александр в Петербурге готовится к самому худшему, и тем не менее, он срочно отправляет курьеров в ту деревню, где умер Багратион, это деревня во Владимирской области. Опечатывают царской печатью все бумаги Багратиона, он лично сам, никому не доверяя, все письма разбирает, ищет письма, компрометирующие от его сестры Багратиону, и потом ей пишет, я лично все проверил, все просмотрел, ни одного компрометирующего тебя письма нету, видимо, все уничтожил князь Петр, будь спокойна. Единственное, что найдено три женских портрета, три, сложно догадаться. Это портрет Екатерины Павловны Романовой, Екатерины Павловны его жены, которую он по-прежнему, видимо, продолжал любить, несмотря ни на что, и портрет вдовствующей императрицы, которая ему помогала супруге императора Павла. Вот эти три женских портрета всегда с собой везде Багратион возил. Багратион командует разными воинскими частями, он участвует в войне со шведами, участвует в войне с турками, я не буду здесь подробно в детали погружаться. Его никогда не считают стратегом, что, кстати, обидно. Считается, что он такой вот хороший тактический генерал, везунчик. Но стратегия, это понятно, это Суворов, это Путузов, даже Барклай. Ну, Багратион просто везунчик. К нему относятся у нас как к Мюрату по Франции. Лихой. Ничего более. Наполеон, как ни удивительно, о Багратионе хорошо отзывается очень. Он после Фридланда сказал, что это самый лучший русский генерал, самый одаренный, самый храбрый. Начинается война 1812 года. Багратион на этот момент командует армией, перед которой стоит задача идти на соединение с армией Барклая-Детоли. У Барклая армия в три раза больше. Багратион, он же гений отступления, регергардные бои ведет. Он увиливает от преследующих его французов. Под Смоленском они соединяются с Барклаем-Детоли. Дальше начинается классическое, известное по всем кинофильмам, с Варой. Багратион хочет атаковать и дать генеральное сражение, а Барклай хочет отступать. В этом споре, безусловно, Барклай был прав. Они в равных чинах. Кстати, о старшинстве совсем интересно. Барклай, генерал от инфантерии, и Багратион, генерал от инфантерии. Это, переводя на наш современный язык, то генералы-полковники, оба. Один командующий армией, второй командующий армией. Ну, Барклай был военным министром, но это не имеет никакого значения, потому что военный министр по тем меркам, это как главный завхоз. Он отвечает не за командование, он отвечает за комплектование, снабжение и так далее. Это не важно. Они оба командарны. Принцип старшинства, кто главный будет? Приказа нет, Александр никого не назначил главным. Они оба произведены в генералы одним указом императорским в один день. И тут Багратион кричит, я главный, потому что я в указе выше, там несколько человек. Я же Баг, а он Бар. Он подо мной. Поэтому я главный. Но! Я главный, но благородно уступаю право первенству. Я ему уступаю, добровольно. Но я со всем, что он приказывает, не согласен. Но буду ему подчиняться. Но все, что он говорит, неправильно. Он вообще немец, он Россию не любит, он русского солдата не понимает, надо драться, надо врезать этим французам. Я их бил всегда и ударю еще раз. Кстати сказать, об этом у нас почему-то в учебниках не пишут, но Багратион предлагал до начала войны 812 года нанести превентивный удар по Наполеону. Вот прямо вот. Актуально звучит. Наполеон собрал гигантскую армию. На нем они гигантскую, которая совершенно понятно пойдет на нас. И Багратион говорил, не надо ждать, не надо вести войну на нашей территории, людей разорять от самой богатой области западной у нас, нанести превентивный удар, разграмить Наполеона и тут же отступить. Александр взвешивал этот план императора и поступил, конечно, очень разумно. Он сказал, что если мы нападем, мы потеряем политическое преимущество жертвы, раз. Во-вторых, мы нападем ведь не на Францию, а мы нападем на земли Пруссии и Австрии. Они сейчас за Наполеона по нужде, но это наши потенциальные союзники. Если мы начнем войну на прусской, на австрийской территории и на территории герцога Саваршавского, то они станут нашими врагами. Нам придется сжечь их деревни, громить их, уничтожать склады. Зачем нам ссориться с теми, кто потом будет за нас? Поэтому Александр умный очень человек. Он ждал и провоцировал Наполеона. Наполеон тоже не хотел нападать. Конечно, хотел нас разбить, но не первый. Но поскольку 600 тысяч человек не могут ждать, они сидят и много едят, это все очень дорого, то в конце концов нервы у Наполеона не выдержали. Он решил, что пробил час, вот оно солнце устерлится и, как известно, Неман перешел и это все плохо закончилось. Поэтому Багратион ту же самую линию продолжает, что вот надо дать генеральное сражение Барклаю, что мы будем отступать. Там дальше некрасиво. Во-первых, он во всех письмах очень плохо пишет о Барклаю. Он пишет царю, он пишет другим генералам при дворе. Они публично ругаются в присутствии подчиненных, что вообще уже за гранью добра и зла. Причем Багратион кричит ему, ты немец, со страшным своим грузинским акцентом. Барклай, который немец, кричит, а ты считаешь себя русским, выходим из помещения. В результате назначают Кутузова над ними. Бородино. Багратион безупречен. Это просто образец мужества. Не буду рассказывать содержание Бородинского боя, поскольку не узкий специалист, но мы с вами примерно представляем, что Кутузов не знал, куда придется удар. Он армию растянул. Багратион отвечает за левый фланг, Барклай за правый. Бонапарту, которая стратегия нехитрая, то есть взять армию и вот так вот ее севернуть. То есть он не ведет фронтальную атаку. Он бьет во фланг, он должен этот фланг порвать, зайти в тыл и с тыла ее разгромить. И он весь свой удар, всю свою мощь направляет в левый фланг, левый это от вас, где находятся Багратионовые флеши, или Семеновские флеши по названию деревни. Он формирует на этом направлении колоссальное преимущество. Силы-то у нас равны, только Бонапарт бьет кулаком. От двух до трех раз преимущество и в артиллерии, и в живой силе. Багратионовые флеши переходят за звук в руки несколько раз. Что из себя представляли Багратионовые флеши на тот момент? Две цифры приведу статистически, чтобы было понятно. Дивизия генерала Неверовского, одного из героев 1812 года, в составе одного из полков этой дивизии, которая стояла на флешах, осталась в строю к концу дня в 128 нижних чинов, то есть солдат, полк, представьте, сколько человек, один фельдфебель, сержант, и ни одного живого офицера. Сам Неверовский был несколько раз ранен во время боя, прямо там, на передовой. Но он каким-то чудом выжил, еще дожил до 13-го года, и в 13-м году погиб в заграничном походе. Дивизия Воронцова, это мой любимый герой, Михаил Воронцов, аристократ, граф, один из самых богатых людей империи, Воронцовский дворец в Крыму, вот его, из очень знатного рода. Это не мешает ему там же, на Бородино, быть раненым рукопашным генералу-графу. Как вспоминал потом Воронцов, в дивизии к вечерней поверке в строю стояло около 300 человек из дивизии. Дивизия у него 4 тысячи. Потери убитыми ранеными свыше 90 процентов, что творилось на Багратионовых флешах. Одну из контратак ведет Багратион лично, он ранен. Мы не можем точно реконструировать момент ранения, потому что он скрывал свое ранение, осколки ядра, разорвавшуюся, попали в бедро. Он на коне, он не подает вида. Кровище хлещет, там все в крови. И он какое-то время продолжает командовать. А потом он просто теряет сознание и падает с лошадью от кровопотери. Его эвакуируют, он не погибает в этот день, он еще 17 дней мучается. Рано начинает гноиться, сепсис, смотрят одни врачи, другие. Сначала он отказывается от ампутации. Потом врачи говорят, что они уже не могут провести ампутацию, потому что боятся, что он это не перенесет. Везут в деревню к его другу, генералу Голицыну. Это как раз Владимирская область, деревня Сима. Там он умирает через 17 дней, еще дает какие-то распоряжения, пишет завещания, чем-то командует, пытается какие-то указания отдавать. Никаких антибиотиков, никакого обезболивающего. Рана раскрылась. С нее, как писали, стаканами тек гной, а последние дни черви. Умер в больших мучениях, не кричал, не плакал. В завещании помянуты были к выдаче денежными награждениями. Я позволю себе опять же процитировать. Кавычки открываются. Служащий при его сиятельстве отставной майор Котов, произведенный в подпоручике из гвардии унтер-офицеров Невский, коммердинеры Йозеф Гави, двое работников Самойла Иванов и Егор Соболин, два повра и два унтер-офицера. Также он отпустил на свободу своих личных крепостных. Осип Рудаков, Матвей Ловцевич, Петр Смирнов, Андриан Михеев и Андрей Ягодин. Список крепостных закрыт. Вот и все имущество генерала от инфантерии Багратиона. Никаких распоряжений о деревнях, землях, завещания нет, поскольку к этому моменту все было уже задано в казну, заложено и перезаложено. Надо сказать, что в момент войны 1812 года не надо думать, что военное дворянство как-то находилось в отрыве от народа. На самом деле 90% офицеров русской армии, 50% генералов, каждый второй генерал, вообще не имели никакого имения, как Баратион. А жили на жаловании премиальные. Отслужив 25 лет в армии действующей, можно было получить пенсию в размере 1,3 жалования. Размер жалования я обозначил. Поэтому голубая мечта любого офицера как-нибудь так выслужиться до майора или полковника, чтобы в конце приобрести деревеньку душ на 30 и с голоду не умереть потом на старости. Барклай де Толь генерал-фельдмаршалом потом станет за взятие Парижа и полным кавалером офицерского Георгия. И тогда, в 812 году, на полном серьезе писал прошение государя-императору. Дело в том, что когда тебя награждают орденом каким-то, был такой порядок, ты должен в ответ на награждение внести в орденский капитул кассу взаимопомощи определенную финансовую сумму. Потому что потом с этой суммы тебе будет платить пенсион. То есть орден это же общество. Все, кого наградили орденом Георгия, они какую-то сумму по 100 рублей вносят. А потом из этих денег платят им и платят нуждающимся. И вот Барклай де Толли, командующий армии, пишет, спасибо за награждение ордена, но 300 рублей у меня нет. Прошу отсрочить или освободить меня от несения этих средств. Воронцов, которого я упомянул, сверхбогатые люди, он, командуя нашим экспедиционным корпусом в Париже, уже после окончания войны, из личных средств закрыл все долги русских офицеров в ресторанах, гостиницах, частные долги. Потому что у многих не было чем заплатить. А честь надо было блюсти. Поэтому он продал несколько имений и по разным сведениям феерическую сумму в полтора миллиона рублей из личных средств выплатил, чтобы ни за одним русским офицером не осталось во Франции долгов. Он потом будет генерал-губернатором Новороссии, Крыма, и наместником на Кавказе. Вот он говорил, люди власти и богатства должны жить так, чтобы им это прощали. Прах Багратиона по инициативе его адъютанта Дениса Давыдова был перенесен впоследствии на Бородинское поле, где он был захоронен торжественно в присутствии императора Николая I. А в 30-е годы Магнила Багратиона Бородино была разрушена и разворована. Писали перестроечные годы, что это советская власть, по ее указанию была уничтожена. Непонятно. Дело в том, что, во-первых, в 30-е годы вообще был другой тренд на возвращении исторической памяти. Фильмы снимали торять могилу Багратиона непонятно. Наоборот, там начинал работать музей. Есть документ, что в 32-м году по указанию зав. отделом наркомпроса наркомпрос отвечал за культуру, зав. отделом наркомпроса Радус Зиньковича монумент, проданный металлолом. В 37-м это дело было расследовано НКВД, было объявлено это вредительством. У Зиньковича нашли покровителя в лице некого председателя Моссовета Филатова и всех расстреляли. Есть подозрение, что этот Радус Зинькович в Москве его в Моссовете покрывал или не покрывал. Они просто, зная, что Багратион захоронен вместе с орденами, возможно, какие-то ценными вещами, просто разворовали могилу и все. Потом уже в поздние советские годы, где-то году 85-86, нашли остатки скелета Багратиона, нашли мундир его частями. В общем, есть уверенность, что это действительно его, и все было там же в Бардино перезахоронено. Нельзя сказать, что мы о нем забыли. Нет, конечно. У нас есть город Багратионовск, где он сражался. Героически это Прейсиш-Эйлау в бывшей Восточной Пруссии на памятнике в Новгороде тысячелетия России среди 120 самых прославленных на тот момент русских героев. Есть статуя Багратиона, и вообще памятников ему много и в Москве, и в Петербурге. Много улиц Багратиона. Та же самая операция, одна из самых знаменитых Второй мировой войны, тоже носила не случайно название Багратион. Нельзя сказать, что он забыт. Нет, он не забыт как военачальник. Как о человеке говорит его приказ. Я его переведу на современный литературный язык. Приказ по как раз лето 1812 года. Всем солдатам, нижним чинам, офицерам, перед сном на привале непременно раздеваться и непременно разуваться. Сапоги-портянки снимать. Обязательно ежедневно следить за тем, чтобы солдаты пили квас, поскольку очень жарко было. Хлеб, чтобы был свежий, доставлен. А также непременно было побольше вина и перца. Полагал, что перец это очень хорошо для профилактики. Не без оснований всяких желудочных отравлений, которыми страшно страдала, кстати, армия Наполеона. Ну а вино — это водка. Просто она более слабая по тем временам. Офицер обязан еженедельно в походе организовывать солдату баню, а также следить, чтобы как можно чаще солдат менял рубахи и никогда не ходил в грязной и потной. Это были еще не гимнастерки, слово гимнастика, но это были белые рубахи. На офицеров возлагалась личная ответственность за здоровье солдат в веренных им воинских частях. То есть если солдат болеет, то офицер будет за это наказан. Солдаты не болели, были чистыми. И мы, конечно, преклоняемся перед Европой, но помните, как хвастливо писал Наполеон Жозефини о том, что в русском походе уже две недели сплю, не снимая сапог. Страшно даже представить. У нас так не было. И в заключение мы, конечно, совершенно неправильно представляем себе Багратиона, потому что мы его представляем как мастера наступления, а на самом деле он был лучшим организатором арьергардных боев, отступлений, прикрытия. Как в Шинграбине, в Аустерлице, в Фридлэнде, в Прессе Шейлау, в Альпах, где он прикрывал Сувурова, в арьергарде. Ну и, наконец, самый, наверное, замечательный его подвиг военачальника во время 1812 года войны. Это не бой на Багратионовых флешах встречных. Это как раз вот это вот долгое в течение месяца отступал 800 километров под напором наполеоновских войск, пройти 30 километров в день. И вероятный темп отступления с боями. И задачу свою выполнил. После этого месячного марша соединился с Барклаем, спас армию. Мы считаем, что он такой кавказский джигит, а на самом деле он очень осмотрительный, очень осторожный и абсолютно хладнокровный военачальник, что все всегда и отмечали. Я вам рассказал ужасы его ранения. Тогда медицинам считалось, что с гноем болезнь вытечет. То есть, если рана нагноилась, то либо гной уйдет сам по себе тогда выздороветь, либо не уйдет. Багратиона должны помнить его не таким. Его должны помнить, как, вот, например, на этом парадном портрете, висящем в Эрмитаже, в галерее героев войны 1812 года, художника Джорджа Доу, потому что именно так Багратион выглядел на Бородино. Мы знаем, что перед Бородинской битвой солдаты одевались в чистую одежду офицеры, в белой рубахе. Офицеры одевали белые перчатки, начищенные мундиры. Багратион ввел солдат в контратаку со всеми своими орденами на груди, в золотых ипалетах и прямо с лентой голубой Андрея Первозванного через плечо. Вот таким он должен нам и запомниться наш великий соотечественник, настоящий русский генерал, как он говорил о себе, настоящий русак Петр Иванович Багратион. Все воспоминания о Барклайде Толли главным образом связаны с периодом отступления нашей армии в 812 году, сдача Смоленска, сдача Москвы. Есть герой Багратион, Ермолов, Уваров, Кутузов, которому мы обязаны всем. А вот Барклайде Толли как-то потерялся. И в массовом сознании горячий, мужественный, наступательный Багратион спорит с флегматичным, неулыбающимся, сухим и скучным немцем Барклаем де Толли. И вот вроде бы Барклай был прав, а все равно симпатизируем мы Багратиону, Милорадовичу, Кутузову. Давайте зададимся вопросом. А кому же в максимальной степени мы обязаны победой в Отечественной войне 1812 года и в последующем заграничном освободительном походе? Дело в том, что такой стереотип Барклай сложился не сам по себе. Вы не поверите, но первые месяцы, даже годы после окончания войны о нем почти не писали. О нем излагали стихотворение. Жуковский, который написал эту замечательную балладу о героях 1812 года, он всех перечислил. Барклая не упомянул. Стихотворение Пушкина есть полководец, справедливая Барклая де Толли, но его нет в школьной программе. Мы его не изучаем. Первым, кто написал большую справедливую статью о немце Барклая, где назвали его лучшим генералом, которым, безусловно, русская армия обязана победе в войне, был, знаете, кто? Фридрих Энгельс. Он написал статью, которая называлась Барклай де Толли и обосновывал, что именно Барклай является лучшим из всех русских генералов той поры. В 1947 году Сталин в журнале «Большевик» опубликовал ответ на письмо полковника Разина. Полковник Разин был не абы кто, преподаватель Академии имени Фрунзе. Товарищ Сталин написал следующее. Энгельс не прав. Можете себе представить? Только Сталин мог себе такое позволить. Кутузов как полководец бесспорно двумя головами выше Барклай де Толли. Как вы понимаете, дальнейшие споры были бесполезны. Только, может быть, в узких кругах обсуждать на две головы выше или на две с половиной. Тема была закрыта. Что объединяет Кутузова, Багратиона и Барклай де Толли? Мы не знаем, когда они родились. Не только дату точно не знаем, даже год. В случае с Барклай де Толли дата пляшет плюс-минус пять лет. Самый убедительный, кажется мне, 13 декабря 1757 года. Это означает, что Барклай прожил примерно 60 лет. Родился он в Курляндии из прибалтийских немцев. Но на самом деле род Барклая очень древний. Шотландский род Баркли оф Толли. Это древний род очень 11 века дворянский отметился в истории Шотландии. В Шотландии всегда было тяжело. Вы знаете, есть много стереотипов. Они жадные и скупые. Это такой классический английский стереотип. Взялся он откуда? От того, что Шотландия очень бедная страна. Кстати, знаете, когда Англия и Шотландия объединились? Это уже 18 век. Но до 18 века разные государства, очень часто воюющие друг с другом. Только начиная с 18 века подписывается уния, и шотландское дворянство становится частью общем-британского. До того момента там все жестко и шотландцы бежали в Европу очень активно. Вот в числе таких семей, которые вынуждены были бежать из Шотландии, была семья Барклая-де-Толли. Они сначала оказались в Германии, потом переехали в Прибалтику и к моменту, когда они окончательно обосновались, Прибалтика стала чьей? Русской после Северной войны. Дед Барклая-де-Толли пробился в люди, они были дворянами в Шотландии, но постепенно женились на немцах и стали бюргерским, городским сословием. Мещане, всего лишь горожане. Но, видимо, были хорошие горожане, честные, надежные, поэтому деда Барклая-де-Толли избрали бургомистром Риги. Немец Барклай-де-Толли бургомистр на протяжении многих лет, потом дядя Барклая тоже стал через какое-то время бургомистром Риги, то есть семья пользовалась уважением. Не то, что не очень богатая, она совсем не богатая. Отец Барклая, которого звали Готтарт, Готт, Готт, Бог, это Богом данный. Поэтому Михаил Богданович в русском переводе. На самом деле он Микаэль, Андреас, Готтарт, Барклай, Беркли, Офтолли. Но в переводе на русскую службу, где у нас все по-французски, а не по-английски. Даже для немцев. Вот этот Микаэль, Андреас, Готтарт, Берклай, Офтолли стал Михаилом Богдановичем, Барклаем де Толли. Причем Барклай де Толли свою фамилию писал слитно, как правило, без всяких дефисов. Отец его на военной службе, офицер. До какого чина, вы думаете, дослужился немецкий горожанин, мещанин? Дослужился до высокого воинского чина поручика, то есть старшего лейтенанта. Вот так поручиком в отставку и ушел. У семьи нету крепостных, поместья. Ну, сравним давайте Суворову. Ну, в принципе, из богатой семьи московской. Вполне себе. Я не говорю там про Румянцева. Румянцев-то Мажоров вообще. Или Кутузов. Кутузов не из бедных совсем, а уже зрелые года у него было где-то плюс-минус пять тысяч крепостных. То есть это очень крупный землевладелец. Император жаловал поместьями. Ну, про Потемкина и говорить нечего. Но Барклай де Толли его семья вообще не имеет никаких поместьев. На протяжении всей жизни, вы не поверите, у Барклая де Толли фельдмаршала и князя Российской империи не было ни одного крепостного. Он жил, как бы мы сейчас сказали, на зарплату. Это, кстати, ему потом в военном деле в определенном смысле помогло. Жизнь не мешала, а на войне помогала. Так вот, отец заслужился до поручика, денег мало, и он думает, куда пристроить детей, и пристроил сына Микаэля к тетке в Петербург. Тетка хорошо устроилась, это сестра жены его отца, вышла замуж за бригадира. Помните, у Фанвизина была такая пьеса «Бригадир». «Бригадир». «Бригадир» это уже серьезный чин, почти генерал, среднее между полковником и генералом. Живет он не с родителями, а с теткой. Дядя, ну, надо племяннику как-то помочь, записывает его в полк свой, естественно, в какой еще. По-моему, там по разным источникам, то ли в пять лет, то ли в десять лет, ну, при матушке Екатерине. Можно было так хулиганить? Почему записывали детьми в полк? Да-да-да, потому что по действовавшему указу Петра каждый дворянин обязан начинать воинскую службу с солдата, чтобы пройти все сложности профессии воинского дела и уже к зрелым годам стать офицером-командиром. Ну, поскольку никто не хочет тянуть солдатскую лямку, поэтому у кого есть такая возможность, начиная от Петруши Гринева в «Капитанской дочке» и заканчивая в «Арклайм-де-Толле», вот в таком возрасте записывают в полк. Иногда еще до рождения записывали. Возникала коллизия, потому что мертворожденные могут быть дети. Солдат погиб. Погиб на службе, не родившись. То есть это там делопроизводство сходило с ума в полку. Поэтому годам к 15, когда «Арклайм» после домашнего образования сдал какие-то экзамены, было написано в свидетельстве «По-русски, по-немецки читать, писать умеет, фортификацию знает». Почему-то его учителя учили. В 15 лет он уже был записан офицером-карнетом и начал свою службу. Кстати сказать, хотя семья была бедная, но родственников было много по немецкой линии, поскольку, опять же, кровь-то размывалась, уже «Арклайм» ощущал себя с одной стороны немцем по этносу, но с другой стороны абсолютно русским. По смыслу? Ибо уже три поколения семья находилась на русской службе. Это очень важно. Тогда вообще этнос не имел никакого значения. Только два фактора. Для дворянина первый фактор какой? Вера. Вера, конечно, религия. У нас даже в паспорте Российской империи в начале 20 века национальность не отмечалась, отмечалось только вероисповедание. «Арклайм» по вере лютеранин. Это хорошо. Мы католиков как-то не очень примечали все-таки. Отступники, раскольники с точки зрения православных. А лютеранин, соответственно, отступники от католиков. Значит, фраг моего врага это мой друг, поэтому лютеранин, все эти гугеноты и прочие протестанты, они все вроде бы как нам почти что союзники. Поэтому к протестантам мы исторически относились хорошо. Он лютеранин. И второе, он чей подданный? Вот ключевой вопрос. Он подданный Российской империи в нескольких поколениях. Поэтому он в этом отношении считал себя русским. Кстати, свободно абсолютно говорил и писал по-русски. У нас-то многие русские с трудом в то время. Все на французском уже шло. Барклай абсолютно свободно говорил с таким легким прибалтийским акцентом. Знаете, как Екатерина II. У нее такой же был прибалтийский акцент, как бы сейчас сказали. Среди родственников Барклая было много чего намечено. Например, огромный клан Муравьевых Александр Николаевич Муравьев. Один из первых декабристов, основатель Союза спасения. У него была масса братьев, двоюродных, родных, троюродных. Муравьев Апостол, тоже из клана Муравьевых, повешенный декабрист. Николай Муравьев Карский, будущий успешный наш военачальник в годы Крымской войны. Это тоже дальний родственник Барклая де Толли. Много Муравьевых служило потом впоследствии у Барклая в подчинении. И вот молодой офицер поступает в армию, начинает службу, и он очень необычный по русским меркам офицер. Он такой антигусар, спокойный, по отзывам, флегматичный, выдержанный. Он не участвует ни в каких пьянках, он не волочится за актрисами, он не играет в карты на деньги, он все время занят службой. Что-то там со своими солдатами разбирается, командиром помогает. В общем, его заметили и взяли в адъютанта. Он несколько сменил. Начальник в конце концов оказался адъютантом принца Виктора Амадея, дальним родственником Екатерины Второй. Звучит красиво принц, ну, там принц, господи, это как грузинский князь, их там пруд-пруд этих принцев в Германии. Поэтому это был боевой принц, он по-настоящему служил в армии. При штурме Очакова Виктор Амадей командовал штурмовой колонной, прямо ворвавшейся в город. Естественно, по правой руке от него был его адъютант молодой, Барклай де Толли. За штурм Очакова Барклай получит свой первый орден. Начальник его очень ценил. Адъютанты были не то, что сейчас. Принцы были не штабные, а настоящие, боевые. Так и адъютанты были не в штабе, не сапоги почистить начальство. Адъютант это порученец. Он передает главным образом по ходу сражения какие-то приказы. Телефона уже не было, рации, закрытой связи, ничего там. Дай бог в дыму пушечном разобрать, где свои, где чужие, по цвету мундиров, что очень важно, чтобы форма была яркая, красивая, и можно было вдалеке понять, где свои, куда они идут. Адъютант должен лететь, передавать приказ. Пока там найдешь, где моя рота, где твой полк, рискованно в общем делаем. Вот таким боевым адъютантом был Барклай де Толик. Когда после Турецкой войны через какое-то время он оказался на русско-шведской, у нас было много русско-шведских войн, помните, какая самая известная? Северная война. Ну, конечно, Полтава, Северная война, самая долгая. В Швеции она в учебниках истории школьных называется Великая Северная война, потому что это самая большая война, самая страшная, самая главная в истории шведского государства. 21 год шла. С той поры Швеция много раз пыталась взять за поражение в Великой Северной войне реванш. Делала она это с завидным скандинавским упорством. Каждый раз провоцировала Россию, либо иногда даже атаковала Россию. Но цель была одна. Взять реванш, вернуть Прибалтику, вернуть Карелию. Что-что? Кемскую волость? Никогда ничего не получалось. После каждой войны Швеция терпела поражение, после каждой войны Швеция теряла еще какую-то часть своей территории. Вот очередная русско-шведская война 1788-1790 год. Там воюет Барклай вместе со своим начальником, принцем Амадеем. И принц Амадея, как бы Гратиона, ядром в ногу, он истекает кровью, умирает на поле боя и перед смертью достает свою золоченую шпагу и выручает ее кому бы думали, не какому-то полковнику своему заместителю, нет, своему молодому адъютанту и говорит, служи их верно России. Всю свою жизнь Барклай-де-Толе носил на поясе эту шпагу. С ней он и был похоронен. Он принимает участие во всех войнах. Вот он все время то в Польшу, то Южный фронт, Шведский фронт. По большому счету, он дома только в отпуске бывает. Как вы думаете, в каких чинах? Ему 33 года, а он майор. Даже по нынешним меркам майор в 33 года это не вершина карьеры совсем. Ну а тогда-то Румянцев был полковником в 18. У Барклая очень медленно идет карьера. Вот он 33-летним майором поехал в отпуск и женился. На совсем незнатной девушке, то ли она из мелких каких-то совсем ничтожных дворян была немецких, то ли она дочь священника, даже без дворянского титула. Невесте 21 год. Потом, когда Барклай станет военным министром, я почему обращаю внимание на происхождение его, понимаете, вокруг него одни князья, принцы и графы Российской империи. И он такой. Женат на какой-то поповской дочке. Отец у него поручик. Ну, выскочка. Ну, совсем неровня. Поэтому ему будет тяжело в 1812 году. Потом воевать в Польшу. И его назначают уже полевым командиром. Он командир батальона сначала. Потом командир полка через какое-то время. Но это необычный батальон и необычный полк. Как вы думаете, какой пехотный полк самый, не сказать, престижный? Нет, не престижный. У них даже названий именных не было. Эти полки были под номерами. Первый, второй, десятый. Но они были очень необычными, потому что это полки, которые воевали на поле боя в несвойственной для того времени тактике. Тогда же воевали как? Шеренгами и колоннами. Сближаются. Залп. Еще один залп. Ура! Штыки. Пробить оборону. Пуля, дура, штык, молодец. Самое главное для солдата что? Чувство плеча, железная дисциплина, смелость, потому что рукопашная. Страшное дело. Стреляли, кстати, сказать, плохо. Суворов почему говорил, пуля, дура, штык, молодец? Потому что стрельба была очень неэффективной. Ну, во-первых, хорошее, плохое. Точность низкая, много осечек, можно обжечь лицо. Как в кино должны стрелять? Все вот так, на самом деле. Никто не смотрел и отворачивался, не дай бог, не в ту сторону, и все. Останешься без глаза. А штыковой удар, это понятно. И если войска подготовлены, штыковой удар, как у шведов во времена Петра, так и у наших во времена Суворова, решал дело. Но постепенно оружие совершенствовалось, становилось более точным, меньше давало осечек при выстреле. Было важно начинать учить солдат стрелять метко. Поэтому появились отдельные части. Егеря – это солдаты, которые воюют не в колонне, редко, когда выстраиваются вот эти линии, они в рассыпном строю, специально обучаются меткой стрельбе, и у них часто нарезное оружие, штуцра, которое вообще бьет далеко, довольно точно. И вот Барклай командует сначала егерским батальоном, потом егерским полком. Помните, у него не было никогда крепостных? Он в солдате мужика не видел. Поэтому для него солдат – это, ну, как для любого немца на какой-то западной большой компании, это подчиненность. Ему надо мотивировать, следить за дисциплиной, поддерживать и о нем заботиться. Тут нет никакого понебратства. Он не барский раб. Конечно, нет. Поэтому у Барклая было холодное, рациональное, но очень хозяйское отношение к войскам, к своим солдатам. Это потом ему очень помогало. И вот, когда его егерский батальон как-то попал на очередные учения, тогда это называлось «Смотром», который принимал прославленный фельдмаршал «Репнин». Репнин сказал, это самый лучший полк, самый подготовленный, который вообще видел когда-либо в армии. И вот через 20 лет беспорочной службы он становится наконец-то полковником. Павел I, отметив такого образцового полковника, командира егерского полка, даровал его поместьям. Ну, как мы с вами помним из курса лекции про Павла I, Павел I, в отличие от матушки Екатерины, очень не любил собственность раздавать. Александр-то вообще это прекратил. Поэтому как-то по-хитрому было оформлено поместье. Он его не в собственность дал Барклаю, а в аренду. То есть без крепостных. Просто земля, какие-то строения. Экономического смысла никакого этот подарок не имел, ну, разве что у тебя есть какое-то поместье, которое в аренде указны. Мы не знаем точное место рождения Барклая. Он везде писал, что он родился в Рике. И вот это поместье тоже было недалеко от Риги. Барклай построил дачу. С дачи Барклая началось одно довольно популярное. Дачное место. Его дача была там первой. Называется как? Юрмала. Юрмала началась с Барклая-де-Толли. Потом войны с Наполеоном бесконечные. Первая, вторая, третья. Антинаполеоновские коалиции. Во всех, естественно, Барклай принимает участие. Он командует таким отрядом специальным. Это больше полка, меньше дивизии. В одном из сражений он даже разбил известного очень наполеоновского генерала, любимца Наполеона Гюдена. Это однокашник Наполеона. Они вместе учились в военном училище. Однокурсники. Наполеон рыдал, когда узнал о гибели своего друга под Смоленском. Ему обе ноги оторвало. Так его без ног и похоронили. И вот, не поверите, несколько лет назад наши поисковики Российского военно-исторического общества вместе с увлеченными этим делом французскими, как неудивительно, поисковиками откопали останки. Без ног. Провели экспертизу. Выяснилось, что это и есть генерал Гюден. Более того, это единственный генерал компании 1812 года, единственный, который не был официально захоронен так, как положено. Его перезахоронили в Париже в доме инвалидов рядом со своим товарищем Монапартом. Вот этого Гюдена Барклай разбил, за что получил Георгия уже третьей степени. Ну, а потом самое знаменитое сражение, в котором принимал участие Барклай до начала войны 1812 года, это Прейсиш-Эйлау. При Прейсиш-Эйлау Барклай воевал бок о бок с кораблицами вот в таких мундирах. Я даже пальцами боюсь затрагиваться, потому что таких мундира два в мире. Один у нас, хороший, и один в музее Суворова в Петербурге. Просто это отреставрировано. Там такой же, но не отреставрированный. Знаете, как этот цвет называется? Палевый. Палевый. Почему палевый? Никогда не догадайтесь. А? Палево. Палево. Огонь. Не похоже. Нет, это французского пали. Это солома. Солома. Соломиный цвет, палевый. Это мундир знаменитого сумского гусарского полка. Почему сумского? Потому что из города Суммы. Полк старинный еще времен 17 века. Сумские черкассы. У всех гусар такие мундиры, называются мендики гусарские, синего цвета. А у этого желтенький, такой вот палевый. поскольку сумские гусары отличались особенно дурным поведением, в том смысле, что они пили, гуляли, картежничали и волочились за девушками легкомысленными. Чтобы их наказать за такую разболтанность дисциплинарную, сменили мундиры на серые. За особые заслуги мужества и героизм им разрешили вернуть мундиры синие, как исправившемуся отличнику, одеть мундиры как все. Нам не надо, нам оставьте серые, но мы хотим, чтобы у нас были не просто серые, а с эксклюзивной нашивкой на воротничке. Текст нашивки они придумали себе такой за дурачество и кутежи. Награжден серым мундиром. Потом сумской гусарский полк был расквартирован в Москве. Здесь на метро парк культуры, знаете, между парком культуры и Фрунзенской есть казармы, хамомнические казармы. Гусары были очень популярны среди москвичей, особенно москвичек. Их называли за глаза московской гвардией. Потом гусар попразднили постепенно, и они стали драгунами и принимали активное участие в подавлении революции пятого года и декабрьского вооруженного восстания в Москве. Здесь вот на Красной Пресне рабочих разгоняли именно сумские драгуны, бывшие гусары. Там есть памятник метро пятого года, представляете себе, на входе в метро. Такой вздыбившийся на коне царский какой-то сатрап с саблей или с нагайкой. Один рабочий что-то с этим конем делает, а другая работница упала, но коня схватила за уздечку, борется с сатрапом рабочая работница. Этот кавалерист есть сумской драгун, который подавляет восстание. Песенка такая была старая, помните, по улице ходила большая крокодила, она, она. Это марш сумских гусар. Ну, музыка из марша полкового, а слова уже шуточные, переделаны москвичами. В таких палевых они были под прессой Шилау. Там Барклай командовал не всей армией, конечно, он всего лишь генерал-майор, он командовал арьергардом, который должен был сдерживать Наполеона, напирающего на нашу армию. Командовал настолько здорово, что потом, спустя несколько лет, когда уже был подписан Тильзитский мир, Наполеон вспомнил Прессе Шейлау, и спросил Александр, кстати, Монами, а кто у тебя тот стойкий генерал, который тогда не дал мне прорваться под Прессе Шейлау, если бы я его арьергард смял, вам конец. Наполеон был нещедр на похвалы чужих, любил хвалить своих, как хороший психолог, чужих нет. Очень, говорит, стойкий генерал. То есть он отступал, выманивал на себя авангард Наполеона, потом резко контратаковал, неожиданно беря авангард Наполеона в клещи. Барклай чуть ли не лично возглавил контратаку и был тяжело ранен в руку. Ну, как лечили тогда ранение, как вы думаете? Прижигали. Прижигали, это если отверстие. А когда рланая рана с разбитыми костями, торчат осколки из руки. Вы себе представляете? Какая? Компутация. Это единственный способ лечения, потому что эта рана обречена на нагноение, а антибиотиков нет. Он упал с лошади, он потерял сознание, но тут же спешился какой-то унтер-офицер и на себе его под огнем двусторонним жутким вытащил с поля боя. Это первый раз Барклаю повезло. Второе ему повезло, что ему тут же на месте не ампутировали руку. Как-то пожалели и повезли в Мемель. Был госпиталь. Пока его довезли до Мемеля, он как-то пришел в себя, собрали научный консилиум и единогласно решили руку резать немедленно, потому что все, по-другому не спасти. Но тут каким-то чудом его взялся осмотреть сам главный медик, вот как Николай Бурденко у нас был в годы Великой Отечественной войны, главный военный врач. А там главным военным врачом был лейб-медик Виллие. И провел сложнейшую операцию, немыслимую по тем меркам, извлекли более 30 осколков. Я не знаю, под каким это было. Подожди, было наркоз. Наркоз был, водка и палка в зубы. Суть в том, что вот эту уникальную операцию по тем меркам Виллия провел, руку ему потом зашили, и она зажила. Поскольку извлекли все кусочки, то не было нагноения. Но, если вы посмотрите на любой парадный в рост портрет Барклая, вы увидите, что рука у него примерно как у Сталина. Правая. Она либо полусогнута у него, либо он ее держит другой рукой. Он ему страшно болел всю жизнь, и она у него не до конца работала. Например, почерк у него резко изменился. После ранения он стал писать такими большими буквами, очень криво. Но рука осталась. Он мог даже оружие держать в руке. И вот он лежит после тяжелой операции лечится, к нему заезжает проведать Александра. Лично. До этого они с Барклаем никак не общались. Это обычный генерал из незнатных. Поскольку он герой, не стал с ним беседовать у больничной койки. Что? Как дела? Как война? А вот с французами тяжело. Александр ко всем обращался на вы, даже к слугам и к денщикам. Представьте, генерал, что если Бонапарт на нас нападет, как бы вы себя повели? И считается, что именно здесь впервые в частной беседе с императором Барклай и сказал за много лет еще до 1812 года, я бы не стал никогда давать сражение Бонапарту. Это самоубийство. Так нельзя воевать с Бонапартом. С ним надо воевать по-другому. И подробно начал рассказывать ему свой план, как бы он воевал с Наполеоном. Это план не только план отступления. Нет, это план создания специальных баз, фуражно-продовольственных по всему ходу. Это план подготовки армии с резервом. Это план перевооружения и переоснащения ее. Но самая главная суть плана заключается в том, что Наполеон хочет сражения, этого ему давать нельзя ни при каких обстоятельствах. Он должен оказаться в таком положении, чтобы к моменту генерального сражения уже мы были на равных с ним. А лучше, чтобы мы превосходили. Ну, по сути, примерно этого же плана, как мы помним, с вами интуитивно придерживался кто из наших великих властителей в другой большой войне. Это один в один план Петра I против Карла XII. Карл XII хотел генерального сражения на польско-литовско-малороссийских землях. А Петр I от него увиливал. Карл уже до начала битвы сражение проиграл. Уже победить он не мог ни при каких обстоятельствах. Поэтому это план Петра. План Барклай, скифский план уже тогда был изложен таким образом. Барклай понравился Александру. И они стали часто встречаться. Причем не просто часто, а очень часто. Важно то, что говорили они с глазу на глаз. Но жена Барклая, настоящая немка, спряталась и стояла за шторой. Всю их беседу длительную. И не дышала. Слушала. Как только встреча закончилась, она выскочила и наехала на своего мужа. Это ты бестолковый, ты Барклай. К себе сам государь-император приехал. Проявил к себе знак внимания. Второго такого шанса не будет никогда. Дурачина, ты простофиля. Надо было попросить денег или поместье, наконец, не в аренду, а в собственность, как всем дают за геройство. Что-нибудь попросить надо. А ты лежал, лежал, ничего не просил. Барклай вообще был очень скромным и никогда ничего не просил. Большинство офицеров русской армии, даже тех, кто уже пользовался дворянским статусом, не имел никаких поместья и не имел никаких крепостных. Большинство реально жило на жаловании. На зарплату или там по ходу военных действий есть какие-то разные формы поощрения, добычи, доли в добыче такой полуофициальной, полковой. Вот этим они и жили. Мечта любого офицера заслужится ну хотя бы до майора или до подполковника и как-то накопить денег, приобрести деревеньку душ на 30 крепостных. Вот на этой деревеньке душ на 30, она позволит тебе в принципе с голоду не умереть на пенсии. Парклай, у которого крепостных не было вообще никаких, но высокое относительно жалование в последние годы. Он был награжден многими орденами, но награждение орденами было вещью двоякой. С одной стороны за орден доплачивали, с другой стороны иногда доплачивали не сразу, а после того, как ты выйдешь в отставку на пенсию. То есть обладатель орденов получал военную пенсию больше, чем просто военный ветеран. Обычный офицер получал пенсию в размере либо 30%, треть от жалования своего, либо половину, плюс доплата за ордена. Но для того, чтобы этот орден получить, иногда надо было сделать взнос в так называемый орденский капитул. И вот Барклая наградили в очередной раз высоким орденом, и надо было сделать ему взнос 300 рублей. Он написал прошение императору с просьбой освободить его от выплаты в орденский капитул, потому что денег наличных нет. А Рокчеев, с которым Барклай был в сложных отношениях, они и симпатизировали друг другу, собственно, Рокчеев его потом рекомендует военные министры вместо себя. И спорили с ним очень часто. И вот Рокчеев как-то из вредности, видимо, на этом этапе, он был в ссоре с Барклаем, когда государь-император назначил Барклая командующим армией во время заграничного похода и положил ему жалование 12 тысяч рублей в год. Уже оформляя это решение, Рокчеев дописал ассигнациями. Внимание, вопрос, в чем хитрость? 12 тысяч рублей, когда государь жаловал, всегда предполагалось жалование серебром. Курс серебра к ассигнации один к пяти. Если ты получаешь серебром 12 тысяч, это одни деньги. А если бумагой ассигнациями, то это в пять раз меньше. Барклай, уже будучи командующим армией, вздохнул, последними словами обругал Рокчеева и никому не пожаловался. Так и получал свои 12 тысяч ассигнациями. Ну вот после встречи в госпитале Барклай Александру понравился, он стал приглашать его обедать. И вот в 1807 году они вместе пообедали 12 раз, то есть каждый месяц, а в следующем году 38 раз, почти каждую неделю Барклай обедал вместе с императором. Ну это не вдвоем они, конечно, это званный обед, то есть там может быть человек 10 за столом, 15, но тем не менее это выше знак доверия. И все больше и больше Барклай такой рассудительный, спокойный. Александру нравился. Больше всего он ему понравился, когда решил большую боевую задачу во время очередной, как несложно нам догадаться с вами, русско-шведской войны. Эта война у нас называется почему-то скоротечной, она не была особо скоротечной. Мы решили очень быстро со шведами разобраться, просто быстро-быстро, и ничего быстро у нас не получилось. Все завязло, началась зима, холодно, большие потери. Многие офицеры и генералы подали в отставку, потому что поняли, что тут славы никакой нету. Снег, лед, морозы, вот шведы упорны, ничего не получается. И на фронт прибыли два подающих надежды. Генерал-лейтенанта, одного из которых зовут Барклай, ему поручили командование, одним из трех корпусов, а другой корпус стал командовать. Кто? Абсолютно правильно. Багратион. А из ставки верховного главнокомандующего прибыл военный министр Рокчеев с жестким требованием навести порядок, прекратить вот это вот топтание на месте и, наконец-то, шведов одолеть решительным штурмом. Был предложен план Рокчеевым нанести неожиданный зимний удар по Швеции время февраль-март примерно, форсировав по льду ботнический залив несколькими колоннами. И выйти шведом в тыл, пользуясь тем, что лед. Ну, какая была реакция Багратиона и Барклая, можете себе представить, да? Багратион сказал, лед, а, завтра. Я готов. Сейчас мы быстро перекусим и вперед. С утра. Барклай сказал, категорически нет. Это авантюра. Войска к этому не готовы. Надо готовиться. Это зима. Идти по льду надо было на участке Барклая примерно 100 верст. Это сильно больше 100 километров. Погода минус 15. Жуткий ветер абсолютно, поскольку это конец февраля, начало марта. Специфика погоды в этой части Балтики заключается в том, что если ветер очень сильный, резко поменяется, то что-то происходит со льдом. И иногда, даже при морозе, лед начинает трескаться и проваливаться. То есть армия может просто уйти под воду. Говорит, это авантюра, так нельзя, холодно, нас обнарушат и расстреляют. И мы все там утонем. Рокчаев стал убеждать. Говорят, ну как же так? Русскому солдату все нипочем, готовьтесь. В общем, Барклай говорит, хорошо, только дайте мне нормально подготовиться. И подготовился. Все солдаты получили специальные овчинные тулупы. Сделаны были большие запасы продовольствия, сало, много водки, сухари, потому что очень легко. Всех лошадей перековали, сделали подкову с шипами. Колеса, орудии и зарядные ящики были нанесены специальные насечки, железные либо скобки. То есть колеса шли по льду тоже подкованные. Ничего этого у Наполеона в 1812 году не было. А у наших было. Было запрещено разжигать костры. Если бы разжигали костры, их бы обнаружили. Переход длился три с половиной дня, три ночи. «Дикий ветер». Писали, что периодически снег был по поясу. Последний переход 18 часов без остановки. И вот Багратион появляется прямо около Стокгольма, Барклай появляется у другого участка, в Швеции дикая паника, переворот там происходит, и они подписывают мир на наших условиях, отказавшись полностью от Финляндии. С этого момента Финляндия наша. За подготовку этого ледяного похода и Багратион, и Барклай одним указом императора становятся полными генералами, плюс еще Барклай назначается генерал-губернатором Финляндии. Ну, единственный минус в том, что Барклай дико отморозил ноги и до конца жизни все время мерзли ноги. Ноги болели. Александр I осыпал Барклая милостями, но тут же появились враги и завистники. Если вы думаете, что Барклаю после шведского триумфа стало жить легче, нет, жить ему стало тяжелее. Дело в том, что в русской армии того времени какой действовал принцип, помним с вами, старшинство. Старшинство в наградах и старшинство в назначении. Все генералы, офицеры внимательно следили за тем, кому в какой очередности идет следующий чин, следующее повышение, либо следующая награда. Ну, подвиг подвигом, это понятно, за этот орден еще можно получить, бог с ним. Но вот когда вне очереди очередное звание, это уже повод позлословить. А когда несколько новых званий вне очереди, это что такое вообще? Мы служим генерал-майорами по 10 лет, а тут его только вчера назначили генерал-лейтенантом, тут же не прошло и года, он уже генерал полный от инфантерии, а тут его еще и назначают военным министром. Да кто он такой? И вообще все офицеры, как офицеры, с ними можно и повоевать, и побалагурить, с этим не выпьешь, не повеселишься, в карты не сыграешь, ничем, что должно русскому офицеру, не интересуется. Умник какой-то, вот все время вот лицо у него такое умничает. вот выслужился перед императором, и ранения, наверное, не сильные, все там ходит, руку себя придерживает, наверное, с эмулянтом. Относиться к нему стали очень плохо. Вначале шведской компании относились к Барклаву с огромным уважением, после его взлета в военные министры, в полный генерал и стали смотреть на него косо, шибко умный, блатной, из каких-то там захудалых, непонятных немцев. В списке на производство в полные генералы у русской армии был 61 генерал-лейтенант. Барклай по старшинству занимал 47 место. Таким образом, обойденными и обиженными оказалось сразу 46 генерал-лейтенантов русской армии. Ермолов потом написала, стремительным своим возвышением Барклай приобрел себе много неприятелей. Многие генералы даже подали в отставку в знак протеста против назначения Барклая и повышение его в чине. И царю приходилось лично как-то этот конфликт улаживать. В отличие от Багратиона, который, вопреки имиджу, был ловким царедворцем, со всеми был в хороших отношениях, умел улыбнуться и за княжной поухаживать, Кутузов мог и кофе кому-то подать, сварить сам. А Барклай бука ни одной любовницы и ни одного закадычного друга, кто бы говорил, что мы с ним на дружеской ноге. Никого. Сухари. Именно такой Сухари понадобился Александру, чтобы перестроить военное министерство. Он его назначает в 810 году военным министром. Некоторые историки говорят, это как министр обороны сейчас. Это совсем не как министр обороны. Назывался военный министр, во-первых, сухопутных сил, потому что отдельно был еще морской министр. Военный министр сухопутных сил это не главнокомандующий. У нас по сложившемуся порядку начальник генерального штаба является первым замом министра обороны. То есть конечное решение по управлению войсками во время военных операций, но помимо президента верховного главнокомандующего, если до него доходит дело, но оперативно и даже стратегически решение должен принимать министр обороны. Он высшее лицо в армии. А военный министр в те времена это завхоз. Это человек, который отвечает в снабжение, структуру, переустройство, закупку вооружений, но он не командует войсками на поле боя. Ни в коем случае. Более того, в случае войны командующие армиями не подчинены военному министру. Они подчинены все напрямую кому? Верховному главнокомандующему. Либо самому государю императору, либо тому, кого он назначит за себя верховным главнокомандующим. Военный министр это так. Патроны подвезите вовремя и обеспечьте, чтобы работали лазареты. Вот это задача военного министра. Но это было идеальное кадровое решение Александра. Этот человек, известный своей личной честностью, что важно, работяга, был тот, кто нужен был Александру в канун войны для реформирования и модернизации армии. Что сделал Барклай де Толли за эти два года, будучи военным министром? Первое. Крайне непопулярное решение. Все плевались, но подчинились. Несколько внеочередных рекрустских наборов. Такой рекрустский набор. Забирают крестьянина у тебя из хозяйства навсегда. А крестьянин это деньги для дворянина. Раз, у тебя деньги забрали. Все против. Только недавно забирали. И вот еще один, потом еще один рекрустский набор. Но это позволило Барклаю резко увеличить армию. Если бы этого не было, у нас не было бы резерва во время войны с Наполеоном. Потом была большая программа строек. Модернизировались, перестраивались, обустраивались разные крепости. Каждый большой город готовился к обороне. Создавались продовольственные базы. Чем пополнять запасы вооружения? Порох, патроны. Чем кормить лошадей? Такие склады и базы в европейской части России системно создавались. Перевооружение армии. Больше нарезного оружия. и перевооружение артиллерийское. Здесь они с Аракчеевым были душа в душу. Мы помним с вами, что артиллерийский офицер Аракчеев сделал нашу артиллерию лучше французской, но делалось это прикольно. При Барклай, руками Барклая. То есть они здесь были абсолютнейшими единомышленниками. Как немец он навел порядок в структуре управления армией. Это сложно сейчас поверить, но не было системы, как сейчас, полк, дивизия, корпус, армия. Были воинские части разные, полки, корпуса, и перед сражением из них как-то формировалась армия. Ты, 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 вы подчиняйтесь ему сейчас. Давайте там быстренько вместе строитесь, координируйтесь. И, конечно, на поле боя, в сложных ситуациях, временные воинские формирования, несколько батальонов, даже полков иногда, которые до этого никогда рядом не воевали вообще. Вот эта система была довольно устаревшей. Битва при Устерлице, кстати, одна из причин поражения считается военными историками. То, что были сформированы, сшиты на скорую руку какие-то временные военные образования, которые плохо друг с другом координировали свои действия. Один не понимал, кто кому подчиняется в конкретную секунду на поле боя. В общем, это привело к некой раскоординации действий русская, тем более мы были вместе с австрийцами, там вообще конец. Барклай, немец, навел порядок. Полк, дивизия, корпус. Сразу ясно, кто чей командир, кто кого заменяет в какой момент. И более того, был написан еще специальный документ, который назывался «Учреждение для управления большой действующей армии». Это был первый большой документ после уставов Петра Первого, надо сказать, с некими дополнениями Павлом уже. Это учреждение действовало потом лет 50 в нашей армии. Плюс при Барклай была создана военная разведка. Сложно, опять же, представить, но системной военной разведки не было. Были военные разведчики. Кто-то при посольстве, кто-то еще как-то. Но только Барклай создал при штабе постоянно действующий орган. Называлась «Особенная канцелярия». Это «Особенная канцелярия» отвечала за военную разведку, называемая «Секретная экспедиция при военном министре». И контрразведку, военная специальная полиция, которая ловила чужих разведчиков. В каждом посольстве появился представитель этой секретной разведки. Только как военный атташе сегодня. Его главная задача была все вынюхивать, все узнавать и писать рапорты напрямую министру, а состояние дел в иностранной державе. Некоторые военные атташе проявили у нас талант разведчика Штирлица. Был такой, пожалуй, первый у нас военный разведчик из известных граф Чернышев. Военный атташе при Париже. Это был не просто Штирлица. Джеймс Бонд. Представьте себе. Красавец. Герой. Высоченный. Как-то в Париже случился пожар. Он полез куда-то наверх на какой-то третий этаж. Сам кого-то спасал парижских детей. Лично вытаскивал из огня. Ну, в общем, помните, ищет пожарный, ищет милиция. Знак ГТО на груди у него. Вот. Чернышек. После этого все говорили, какой он. Ничего не боится. Бесстрашный. Дамы падали просто вот как только его видели. Он со всеми дружил, со всеми общался. Принимали при дворе вплоть до Наполеона. Все вынюхивал, все знал, кого надо подкупал, все записывал. В результате у нас была очень подробная информация о состоянии армии Бонапарта перед войной 1812 года. Единственное, мы не рассчитали масштаба. Мы полагали, что 1250-300 Наполеон бросит. Размах армии вторжения оценить вовремя не смогли. Ну, это, наверное, уже была не вина Чернышева. Это не он один, как говорится. Барклай, таким образом, создатель главного разведуправления. Военные расходы при Барклае резко вверх. Армия росла. Но самое главное, новая концепция войны. У Наполеона была самая большая армия в мире. Более того, самая большая армия в истории. Французская армия держала под штыком 1 миллион 200 тысяч солдат и офицеров. Из них половина приблизительно на российской границе. Первая часть армии вторжения 450 тысяч человек. Потом подтягивались еще, и по оценкам разных историков, от 610 до 680 в итоге участвовало во вторжении в России. Но 450 это те, кто пошли сразу. Наша армия, противостоящая Наполеону, это приблизительно 240 тысяч человек. Они разделены именно на три части неравных. Первая армия Барклая побольше, по-моему, 127 тысяч. Вторая армия Бакратиона поменьше, 48. И остаток это армия Тормасова, которая уже присоединилась с боевым действием во второй части кампании. Поодиночке они все уничтожаются с Наполеоном вот так. Пау-пау-пау. В принципе, действия Наполеона — бить врага по частям. Главная задача Наполеона заключалась в чем? Чтобы быстро по очереди разбить эти армии. Численное преимущество какое, не говоря уже о качественном преимуществе, потому что армия Наполеона — это ветераны, они все знают, они все умеют во главе с лучшим полководцем своего времени, с лучшими маршалами, очень талантливыми, инициативными. У Наполеона была блестящая команда. Армия очень замотивирована. Маршальский жезл у каждого вранца. Там отличное карьерное движение идет в этой армии. Солдаты неплохо зарабатывают, потому что делятся добычей всегда во время похода. Это не замуштрованная какая-то прусская армия времен Фридриха Великого. В армии Наполеона вообще запрещены телесные наказания. Категорически, совсем. Офицер, который просто так беспричинно жестоко избил солдата, может быть расстрелян перед строем. Это революционная армия. Это армия, собранная со всей Европы. Почему армия такая огромная? Потому что ресурс человеческий огромный. Там австрийские части, прусские части, Голландия, Испания, итальянские части, хорватские части. 90 тысяч поляков. Поэтому что может делать нормальный человек, когда такая армия вторгается? Там еще несколько планов было. Был план превентивного удара, я вам рассказывал, который Александр отверг по политическим соображениям очень мудро. Был план засесть в Дрисском лагере недалеко от границ и защищаться. Отстреливаться до последнего. Хороший план, хороший укрепленный лагерь построили. Он мог вместить 100 и 150 тысяч бойцов и сдерживать оборону какое-то время. Если бы у французов было реально 200 тысяч, как мы предполагали. С учетом того, что их было 450, лагерь бы сдул бы просто как пылинку. Но опять же, план сидеть, это чем он плох всегда? Потому что ты отдаешь всю инициативу противнику. Кто вам сказал, что вообще Наполеон будет осаждать лагерь? Зачем? Он мог оставить там часть своей армии, треть, 200 тысяч. Оставших захватило ему, чтобы занять Петербург, Москву, все что угодно. Потому что вся армия в лагере находится. Защищать столицы некому. План Барклая, который он согласовывает с Александром и против которого, в общем-то, все больше и больше становится по ходу войны противников среди генералитета, это план скифский. Заманивать. Отступать. Заманивать. Пусть у Наполеона растягиваются коммуникации. Не мы будем действовать по его плану. Наполеон ведь не собирался завоевывать Россию. Вы думаете, хотел Россию завоевать? Какого-то своего брата назначить московским царем? Да нет, конечно. Он же не сумасшедший. Он очень умный человек. Он прекрасно понимал, что завоевать Россию невозможно. Он не собирался ничего завоевывать, ничего. Его задача была принудить Александра к миру на условиях Бонапарта. То есть сделать его послушным. Чтобы Александр не мешал задушить Англию континентальной блокадой. Чтобы Александр слушался во всем. Чтобы был младшим партнером. Как принудить к миру? Сразу показать, кто в доме хозяин. Как показать, кто в доме хозяин? Сразу у границы наголого разбить армию. Наголого. Желательно при этом еще кого-нибудь пленить, так чтобы с позором. И после этого уже диктовать условия мира. Барклай говорит, вот этого удовольствия мы ему доставить и не должны. Он нас хочет разбить, мы вообще с ним сражаться не будем. Мы отступаем. Отступаем по меньшей мере, пока все армии, хотя бы первая и вторая, не соединятся. Но опять же, Наполеон ведь не собирался наступать на Москву. Это тоже миф. Наполеон предполагал, что в 812 году они займут русскую часть Польши, разобьют армию, продиктуют условия мира, а там посмотрим. Если Александр не согласится, то в следующем, в 13-м году, мы займем Смоленск и пойдем куда-то дальше, куда будет видно. Может быть, на Петербург, может быть, на Москву. Еще раз разобьем Александра, тогда он точно согласится, никуда он не денется. Вот такой был несложный план Наполеона. То, что он потом вынужден был брать Смоленск, идти на Москву, он действовал по плану Барклая. Он этого не хотел. И Москву брать не собирался с самого начала. Александр приезжает в армию, смотрит ситуацию, назначает Барклая главным, устно, оставляю армию дорогой Михаил Богданович на вас. Ну, справляйтесь. Я поехал. Докладывайте. Но он не издает ни указа, ни какого-то распоряжения по Сенату, ни приказа по армии. То есть формально главнокомандующим остается Александр. Когда две наши армии соединяются, Багратиона и Барклая, под Смоленском, что происходит дальше? Помним. Багратиона, а что я должен подчиняться Барклаю? Мы одним указом произведены в полные генералы. Я такой же командующий армии, как и он. Более того, по алфавиту, помните, по алфавиту я в приказе выше, потому что я Багы, а он Бары, он ниже меня. Все. Я должен быть командиром. Вообще, я популярнее. Я русский, а он немец. Достали эти немцы. Везде немцы. Бениксены эти, Винсенгороди, Барклай, должен быть настоящий русский. Вот Багратион. Но в конце концов, он говорит, ладно, я подчиняюсь, ладно, я подчиняюсь, все-таки его армия больше, во имя единства, я подчиняюсь. Но со всем, что приказывает Барклай, я не согласен, со всем. Я считаю, что надо дать генеральное сражение. И вот эта партия генерального сражения, она все время растет и становится все более такой активный. Брат государя Константин врывается на военный совет в Смоленске 25 июля, войдя к Барклаю без доклада и со шляпой на голове, в то время, как главнокомандующий был без шляпы, князь Константин громким и грубым голосом закричал. Ты, немец, шмерец, шмерец это колбасник по-немецки, изменник и подлец, продаешь Россию, не хочу состоять у тебя в команде. Круто напишет от меня рапорт Бакратиону. Все, я со всем корпусом перехожу в его команду. После чего он сопроводил эту дерзкую выходку многими другими ругательствами. Барклай невозмутимо все выслушал, ничего не ответил, через два часа прислал Константину конверт с предписанием немедленно покинуть армию. Константин опять долго ругался, но формально он командующий корпусом, он должен был командующим армией подчиниться и уехал в Петербург. Бакратион постоянно пишет письма, цитаты из писем. «Русские не должны бежать, это хуже прусаков мы стали. Барклай яко иллюминатус приведет к вам гостей». Помните иллюминаты вот эти вот заговорщики? Дэн Браун, Кот да Винчи, иллюминаты. «Я повинуюсь к несчастью какому-то чухонцу. Ваш министр может хорошее по министерству, но генерал он дрянной. Я не виноват, что министр нерешим, трус, бестолков, медлителен и имеет все худые качества. Войска моей армии отважно сражались у Смоленска, но этот подлец, мерзавец, тварь Барклай отдал даром преславную позицию». Ну, в общем, мы, конечно, любим Багратиона Пылкова, но тут не красят его такого рода переписка. Наверное, от всего сердца, конечно, писал. Матвей Платов, командующий казачьими войсками, заявился на какое-то заседание штаба к Барклаю, где все в мундирах. А Платов заявился по штатскому, какой-то косоворотке, плаще. Ну, сказали генералу, что вы себе позволяете. Сказал, я не смею больше одеть русский мундир, опозоренный отступлением и предательством. Барклай гуляет по лагерю, подходит к солдатам, пытается, видимо, в Суворово сыграть, говорит, солдатушки, вкусна ли каша? Солдатушки, понимаете, они все называют Барклая за глаза с подачи своих офицеров, а те генералов болтай, да и только. Солдаты отворачиваются и говорят, вкусна каша, да едим ее мы зазря, не заслужили позор отступаем. Барклай едет через Москву потом, ямщики погоняют лошадей и кричат, вперед, вперед, куда прешь назад, Барклай ты проклятый. Александр, который вроде бы как согласовал этот скифский план, но он же никому ничего не сказал, только Барклаю. Он Барклаю сказал, ваш долг сохранить для меня армию, у меня другой нет, и Барклай ее сохраняет как может. Но Александр молчит, а после оставления Смоленска уже начинает вроде бы как и нервничать. И в чем тут интрига? Интрига простая. Александр понимает, он же умный, он понимает, что отступать надо. Но инициатива отступления не может исходить от Александра, потому что тогда он будет предателем. А тогда же патриотический угар, врага разбить на его территории, надо быть патриотом. Отступать не популярное решение. Так можно и до Москвы до отступаться, а в Москве у всей знать и дворцы. А если эти дворцы займут и разграбят французы? А сколько поместьев будет занято и сожжено, разграблено французами по пути от Немана до Москвы? Поэтому Александр, по сути, находит в лице Барклая козла отпущения. Понимает, что он все делает правильно, на которое надо свалить всю вину за отступление. И когда уже дальше некуда, надо принимать какое-то решение. Александр разыгрывает этот бесподобный фарс с демократическими якобы выборами Кутузова. Целый совет собирается, все обсуждают, кто будет кандидатом. Шесть человек. Александр при этом не присутствует. Наконец, все предлагают Кутузова. Там главный аргумент, что у него русская фамилия. Александр соглашается. Но если вы хотите, я не настаиваю. Хорошо, пусть будет Кутузов. Кутузов прибывает в армию и дальше начинается спектакль. Помните, Кутузов с такими-то молодцами и отступать невозможно. Кутузов появляется перед войсками, летит орел. Не надо специально выпущенный. Орел. Сейчас будет решающая битва. Вот сам герб, наш российский символ, пролетел к моменту, как Кутузов вышел к войскам. Кутузов говорит, будем давать сражение. Барклай подобрал место для генеральной битвы. Пророкий Жаско, хорошая позиция, Барклай, объясняет. Вот здесь вот мы встанем, нас тяжело обойти, ручьи, овраги. Мы сможем сдержать превосходящую армию Наполеона. Уж если вы настаиваете на сражении, вот моя диспозиция. Что делает Кутузов? Он отменяет сражение. В этом решении много от политики и много от военного искусства. В пользу Кутузова говорит следующее. То, что армия Наполеона все еще велика. И хоть там и позиция вроде бы и хорошая, а вдруг обойдет, а вдруг сомнет, кто будет виноват. Только что назначены главнокомандующие Кутузов. Второй вариант. А если мы удержим позицию, а если супостат споткнется и будет побежден, то кто выбрал позицию? Барклай. Вроде бы как придется победой, но минимум с ним поделиться. Это как минимум. Поэтому Нукл лучше от греха подальше мы отступим. И он отступает от Гжатска дальше до Бородину. Кстати, бородинская позиция считается всеми профессионалами значительно хуже Гжатской. Но суть простая. Есть левый фланг, есть центр и правый фланг, которым командует Барклай. И левый фланг в последнюю секунду буквально накануне сражения усилили, потому что Барклай, объехав всю позицию, увидел, насколько у Багратиона слабая позиция, возможно, зайти в тыл, обойти и вообще его окружить, ударить спину. Он заставил Кутузова, который не хотел из штаба поехать смотреть на Багратионную флеши и убедил Кутузова в том, что этот фланг надо усилить. То есть фактически Барклай, можно сказать, отчасти спас Бородинскую битву. Мы все помним с вами, что происходило на Бородинском поле. Барклай к этому моменту освобожден на должности военного министра и освобожден от исполнения обязанности главнокомандующего. Он не был им формально, но он все-таки командовал Багратионом. Главнокомандующий Кутусов, Барклай по-прежнему командует одной из армий, он, конечно, страшно обижен. Прежен тем, что его никто не поблагодарил за то, что он делал все это время, спасал армию. Более того, его продолжают все осуждать. А почему было важно сохранить армию, как вы думаете? Мы тоже этот момент все время упускаем. Почему все уперлись в сохранить армию, в сохранить армию, в сохранить армию? Почему? Есть еще один очень важный нюанс, почему в условиях того времени вопрос сохранения армии был вопросом сохранения государства, суверенитета, всего-всего. У нас армия окомплектовалась как? Рекурсским набором. Это профессиональная армия. Это не призывная армия, как сейчас. Знаете, что такое из крестьяна подготовить солдата? Это за неделю не делается. Поэтому, потеряв профессиональную армию, мы воссоздать новую не можем. Армия по принципу призыва была во Франции как раз. Франция быстро восполняла потери, а у нас ничего этого не было. Наша армия восполнялась очень медленно. Как мы помним с вами, даже в годы Крымской войны 40 лет прошло, мы не могли рекурсским набором быстро увеличить нашу армию. У нас ничего не получалось. Мы держали большую армию, но если мы ее теряли, дальше все очень медленно. Поэтому сохранение профессиональной рекурсской армии, ее костика, ядра, это вопрос выживания государства. на Бородино этот невероятно мужественный человек в барклае, в парадном мундире, как Багратион, шляпы, вот такой вот, как эта, кстати, подлинная тоже шляпа, подлинный экземпляр. На шляпу обратите внимание, у нас раньше были прусские шляпы, но в канун войны 1812 года французская мода во всем, и в мундирах, и в шляпах, это в шляпах офицерская, она же генеральская, чем отличается офицерская от генеральской, вот этим вот золотым шитьем кокарда георгиевских цветов и вот это золоченое шитье, оно, конечно, более яркое, здесь все-таки 200 лет, оно, кстати, не очень тяжелое, изготавливали специально на казенных шляпных заводах, четыре вида шляп было, изнутри они, видите, бородок, чтобы не слетело, с ремешком кожаным, с подкладкой, очень удобная, в носке, и внутри она была утеплена, шляпа самая дорогая, генеральская, первого сорта, она была утеплена заячьим мехом и бобровым, а шляпа самая дешевая, четвертого сорта, для какого-нибудь там капитана или поручика, была утеплена, как писали, заячий пух старый, старым заячьим пухом, соответственно, вот это генерал, наверное, с бобровым пухом, пехотная, артиллерийская, ну и все другие рода войск, шляпа носится вот так, не буду на себя одевать, чтоб совсем, меня музейщики тут не прокляли, да, при этом по уставу один угол выше другого носится обязательно с наклоном, так бы красиво было, с наклоном, посмотрите, а шляпа кавалерийская носится так с поля, вот так, ну, чтобы ветром не сдуло, соответственно, ремешок по-другому здесь переподвязывается, кокарда эмблема обязательно по правую руку, вот так, это кавалерист, вот в такой шляпе Барклай, на коне, в самой гуще боя, пять лошадей убито под Барклаем, из-за его адъютантов, которых было по разным воспоминаниям, то ли 9, то ли 12, не убит и не ранен был один, то есть он везде в Барклайе, два раза чуть не попал в плен, он ищет смерти, он настолько унижен, оплеван и возмущен этой черной неблагодарности своих сослуживцев, генералов, государя императора, этими наездами Багратиона и всех остальных, он честный офицер, он хочет просто погибнуть на поле боя, но не получается, в конце сражения он весь в крови, до шляпа пробита пулей, на нем самом ни одной царапины, Бог хранил Барклая, потом знаменитый совет в Филях предполагается дать сражение в районе Воробьевых гор, то есть упереться спиной в реку, в излучину и дальше уже мостой сожжены, как говорится, стоять насмерть, кому хитроумнейший Кутузов первому дает слово на совете, все члены совета должны высказаться, давать ли второе генеральное сражение, первым Кутузов дает слово Барклаю, а что думает дорогой Михаил Богданович, дорогой Михаил Богданович, понимая, что тут собрались все патриоты, один он уже, изменник, предатель, ну и дальше, далее по списку читаем, как его там называли, он говорит, диспозиция у Москвы и Воробьевых гор невероятно слабая, поэтому я предлагаю эту диспозицию оставить без боя и садиться. все кричат подлец, от него другого и не ждали. Кутузов разыгрывает даже сам такой, ну Михаил Богданович, ну вы все-таки, я понимаю, что вы человек не русский, но как назвать Москву диспозиция, Москва это не диспозиция, это душа России, но, говорит, продолжаем высказываться. Далее голоса, как известно, разделились, и Кутузов, который, конечно, все заранее решил, но ему было важно, чтобы не от него исходило предложение оставить Москву, а уж есть тут один-то боксник, ну, вынужден согласиться с предложением Барклая, генерала, да, диспозиция не очень, говорит, будем отступать. Кстати, Барклай, поскольку вы тут первого вызвались, вы будете отвечать за прохождение армии всей через Москву, чтобы не было ни воровства, ни погромов, не дай бог никаких встречных боев с французами, потому что, если французы начнут наседать, опасно очень. Так что, за полный порядок отвечаете вы вперед. И Барклай, следующее его задание, он отвечает за прохождение всей армии через Москву в полном порядке. Барклай 18 часов провел в седле, не слезая с коня, пока армия не прошла сквозь весь город и не вышла. Потом Тарутино, Тарутинский маневр, и в Тарутино Барклай пишет заявление об отставке. Все. Он не просто обижен, он очень обижен. Он пишет заявление и уезжает в свое имение. Проходит несколько месяцев. Барклай пишет так называемые объяснительные записки министру внутренних дел, государю императору Александру, и он начинает оправдываться и подробно объяснять, почему он отступал. В опубликованном в прессе тогда рапорте Кутузова, в таком подробном объяснении состояния дел в армии и прочее, указывается, что сдача Москвы была суровой необходимостью, обусловленной сдачей Смоленска. А за сдачу Смоленска виноват только Барклай. И это, конечно, для Барклая еще один плевок в его адрес. Он пытается объясниться, он пишет письма, ему никто не отвечает. Даже Денис Давыдов о вспоминаниях писал, что поведение Барклая на поле боя всегда во всех сражениях вселяло в солдат невероятную уверенность, потому что этот немец, когда кругом были выстрелы, разрывались ядра, под ним убивали лошадей, падали рядом с ним разорванные на части артиллерии адъютанты. Он бровью не вел, он в лице не менялся, как будто вообще ничего не происходит своим невероятным таким ледяным спокойствием и мужеством вселял солдату абсолютную уверенность в том, что пока с нами Барклай, ничего такого не случится, можно не отступать, надо стоять, пока Барклай с нами. И вот там в имении, кажется, это мужество начало ему изменять, потому что он уже совсем расстроен. И вот неожиданно после Березины, когда наши части уже переходят в Неман, Барклай получает письмо от императора с приглашением прибыть в Петербург и вернуться в армию. Барклай летит в Петербург, потом из Петербурга в армию, он получает командование третьей армии. Помимо этого, надо сказать, что Барклай все-таки не был совсем уж забыт, ему дали за Бородино Георгия второй степени. Кутузов отметил Барклая как одного из самых храбрых генералов, и все его заслуги были отмечены. Ну, а тут он назначается командующим третьей армии через несколько месяцев. Именно Барклай все предлагают в главнокомандующих и Аракчеев, и Милорадович. Во время заграничных походов звезда Барклая сияет, он одерживает несколько побед и становится таким образом в нашей истории вторым в истории человеком, который был полным кавалером всех орденов Георгия четырех степеней. Кто был еще одним? Кутузов. Даже Суворов не имел четырех родинов, Суворов имел только три. Ну и, наконец, взятие Парижа. Никто не мог поймать Наполеона. Наполеон на рубеже 13-14 года, как писали все, нашел свои старые итальянские сапоги и стал воевать так, как он воевал в молодости. С небольшой армией, уступающей союзникам по численности, он совершал необыкновенные быстрые переходы. Он маневрировал, он атаковал союзные армии по частям, он давал иногда по два сражения в неделю, но во всех боях, где армия руководила лично Наполеон, он одерживал победы. Эти победы не были решительными, но он везде теснил соперника и везде добивался публичного, как сейчас говорится, успеха. И тогда Барклай предлагает Александру план «Не надо пытаться победить Наполеона, мы должны взять Париж». Александр, как и в прошлый раз в 812 году с этим планом соглашается, и в то время как Наполеон в Фонтенбло 60-тысячной армии ждет резервов, русская армия неожиданным быстрым маршем маневром оказывается на окраинах Парижа. Кровопролитнейший вечерний бой. 6 тысяч человек погибло за вечер с нашей стороны. Ночью Александр получает парламентеров, которые что предлагают? Переговоры. Конечно. Переговоры спокойно, не спеша, что вы же цивилизованный человек. Мы же с вами говорим на одном языке. Великая культура. Франция, Париж, культурная столица Европы. Ну так нельзя. Сколько погибнет людей, мирных жителей, дома. Ну мы же цивилизованные люди. Александр отвечает, если к утру вы не выбросите белый флаг, то к вечеру я обещаю вам, вы не узнаете того места, которое когда-то было культурной столицей Европы. И французы все понимают. К утру Париж остается. Да, не прошло, как вы знаете, и пары дней, как все маршалы пришли к Монапарту и сказали «Сир, Париж пал, война окончена, отрекитесь». Все. Финита телекомедия. Это был абсолютно беспроигрышный, гениальный стратегический ход Барклая и Александра. И, конечно, за взятие Парижа, и самое главное, за эту идею, Барклая получает генерал-фельдмаршал. Вскоре после этого князем, вот тот самый сын-поручик, высшая элита, и полным георгиевским кавалером. вершина, чего может достигнуть военная в Российской империи. Барклай после всех этих обид, которые на него свалились в 1812 году, в 1814, наоборот, стал суперпопулярным за границей человеком. На него посыпались, как из рога изобилия, награды Орден Почетного Легиона Первой степени французский, Высшая Ордена Нидерландов, Саксонии, Великобритании Орден Бани Первой степени, ну и так далее. Вернулся в Россию, был на воинской службе, был, кстати, единственным человеком, который публично критиковал военные поселения, окончательно разругавшись Рокчеевым. И вот в 18-м году отпросился на лечение в Германию, в Карлсбад, в Карловы Вары. Поехал, не доехал, и на территории нынешней Калининградской области, недалеко от города Черняховского, неожиданно, скоропостижно скончался. Когда его труп вскрыли, как написано в медицинском заключении, сложно было найти хоть один орган внутренний, не пораженный какими-нибудь болезнями. То есть, он действительно к 60-ти годам был глубоко-глубоко больным человеком. Это не только последствия ранения. Видимо, вот эти внутренние страдания, стресс постоянные, переживания, внешне был такой холодный, невозмутимый. А так все это съедало его изнутри. И, в общем, у него там диагноз вот все, что можно, всем он болел. По легенде, сердце похоронили его примерно там же, в районе Черняховска. Тело хотели захоронить в Казанском соборе рядом с Кутузовым. Но вдова Барклая настояла, и его в итоге тело было захоронено не с помпой, никогда этой помпы особо не любил в Петербурге, а в семейном склепе, в семейном мавзолее. Это территория современной Эстонии. Вдове назначили огромную пенсию. Наконец-то она перестала нуждаться в деньгах. 85 тысяч рублей в год. Это примерно как семье Кутузова. Жену слушался. Она имела на нем большую власть дома. Родилось несколько детей. Тогда высокая была детская, младенческая смертность. Вырос лишь один, достиг взрослого возраста, служил в армии, полковником, гвардии. К сожалению, у него уже детей не было. Поэтому по мужской линии фамилия Барклая де Толли оборвалась. Жена его, в отличие от супруги Багартеона, помните, в светской львице, была очень-очень бережливой. Пенсии ей на все хватало. Она содержала это небольшое имение, взятое в аренду. Потом, по ходу жизни, Барклай купил еще какое-то где-то небольшое поместье. Только непритязательность Барклая, скромность и бережливость его жены защитили его, можно сказать, семью и потомков сына его от бедности. Перед Казанским собором распоряжением императора уже Николая было поставлено два синхронных одинаковых памятника Кутузову и Барклаю де Толли. Причем в начале самом 1937 года, буквально за несколько недель до своей смерти, эти памятники, выполненные в мягком материале, посмотрел мастерской Пушкин. Пришел в полный восторг и написал потом, что это великолепные памятники двум великим героям победителям в войне, зачинателю Барклаю и совершителю Кутузову. Памятники эти открыли в конце 1937 года. Что интересно, во время Великой Отечественной войны войска в Питере шли по Невскому проспекту, традиционно на фронт уходили парадным маршем, то проходя мимо памятников Барклаю и Кутузову всегда войска отдавали им честь. Это был знак того, что город устоит. Памятников много. Есть памятники в Москве, в Смоленске, в Эстонии. Очень интересный памятник в Черняховске, в маленьком городке. Он там вроде бы как на коне, как Багратион здесь у нас в Москве, но Багратион он вот такой с саблей на голову, а Барклай совершенно другой. Видите, он сидит на коне, у него сумка с документами, а я вот когда со скульптором как-то говорил, была идея, что он будет просто карту держать. Он не ведет в атаку, он планирует кампанию. Фигура Барклая есть на памятнике тысячелетия России. Очень забавная история с памятником Барклая в Риге. Его установили в канун Первой мировой войны, как раз к столетию войны 1812 года, когда немцы подходили к городу, памятник куда-то увезли. Увезли и потеряли. В 2002 году на частные средства памятник был восстановлен. Дальше началась невообразимая история. Тогдашняя президент Латвии Вике Фрейберга потребовала этот памятник снести. Потому что, цитирую, всякие садовые гномы, фламинго, любые военные и вообще все кто угодно, всякий человек волен устанавливать их скульптуры на своей собственной земле или у себя дома. В конце концов, было принято компромиссное решение, что памятник будет установлен временно, на полгода. И за эти полгода, в зависимости от количества положительных комментариев, в специальной книге отзывов жителей Риги будет принято решение оставить его там или все-таки снести. Тогда, слава богу, в Риге был бы в меня ММР, поэтому, к счастью, этот памятник устоял, все-таки уроженец Риги. Таким образом, немецкая фамилия, которая так мешала Барклаю при жизни, хотя бы помогла ему сохранить в Риге памятник. Все мы помним Пушкина с вами, да? Гроза 12-го года настала, кто нам здесь помог, остервенение народа, Барклай, зима или русский бог. Можно долго спорить о том, кто из наших выдающихся полководцев войны 812-го самое главное, но Пушкин почему-то назвал Барклая спасителем нашей страны. На самом деле, нам остается лишь молиться, молиться за то, чтобы все эти факторы, вместе взятые, всегда помогали и защищали в трудные времена нашу страну. От зимы и великих полководцев до русского бога, который, будем надеяться, никогда нас не покинет. По крайней мере, наша история дает этому бесконечное количество правильных примеров. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok